Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь, пишите свои комментарии, пожелания. Возможно, озвучим они ваших произведений. С уважением к вам, Павел Писедин. Донское сражение или Кульковская битва, 1380 год. Много забот, трудов, беспокойств и огорчения ожидало Дмитрия Ивановича на Великокняжеском престоле. Сначала ему пришлось несколько раз усмирять Дмитрия Константиновича, который все еще стремился быть великим князем. Наконец, видя, что все старания его напрасны, он не только помирился с Дмитрием Ивановичем, но даже через пять лет отдал за него дочь свою Евдокию. После мира с главным врагом своим Дмитрий должен был утешать московских жителей в несчастьях у них случившихся, прежде всего от большого пожара, истребившего почти всю Москву, потом от возвратившегося в нее черной смерти. Но эти несчастья Москвы были не так важны, как те, которые навлек на него гордый и чистолюбивый тверской князь Михаил, сын Александра Михайловича. Он знал о намерении Дмитрия привести удельных князей под свою власть и, думая больше о собственной выгоде, нежели о пользе Отечества, решил противиться этому. К несчастью, у Михаила были для этого средства знаменитый Ольгерт, князь Литовский. Наводивший в то время с братом своим кестутием страх на всех соседей, был женат на сестре Михаила, тверской княжне Иулиании Александровне. При всякой своей неудаче в России Михаил уезжал к зятю в Литву и возвращался оттуда с войском литовским, которое не менее татарского разоряло Отечество наше. Так, в 1368 году он пришел вместе с самим Ольгердом, который три дня ограбил, жег, опустошал Москву. Великий князь, брат его Владимир Андреевич, митрополит Алексий и знатные бояре едва спаслись в Кремле. Выходя из Москвы, Ольгерт хвастал тем, что русские долго не забудут его. Впрочем, это нашествие литовцев не принесло никакой пользы Михаилу. Дмитрий остался на великокняжеском престоле. Тогда Тверской князь решил просить помощи у Мамая, который в это время был уже так силен, что соединил свою Волжскую Орду с Золотой или Сарайской и, сделав ханом мамант Салтана, повелевал им, как хотел. Михаил Александрович умел угодить гордому татарину, и Мамай дал ему грамоту на великое княжество и посла, чтобы возвести его на престол. Но прошло то время, когда князья русские, не рассуждая, повиновались татарам. Михаил с ханской грамотой едва мог убежать от полков московских в Вильню. Вы помните, что это была столица литовского князя? Старый Ольгерт ласково принял зятя и согласился идти с ним на русских. Кремль во второй раз спас великого князя и все семейство его. Пока литовцы стояли перед этой крепостью, рассуждая, начинать ли приступ, брат Дмитрия Владимир Андреевич и князь Пронский пришли сильными полками из Перемышля и Рязани. Ольгерт, увидев, что со всех сторон его окружают русские, испугался и начал просить мира, уверяя, что вечно будет другом русских. Чтобы доказать свою искренность, он предложил выдать дочь свою Елену за умного и храброго князя Владимира Андреевича. Добрые предки наши поверили ему, княжна литовская сделалась русскую княгиню. Но ссоры с Ольгердом оттого не уменьшились. И до самой смерти своей он разорял отечество наше в угоду зятю своему, который только в 1375 году был совершенно усмирен великим князем. В договорной грамоте Михаил поклялся при митрополите Алексии считать московского князя старшим и никогда не искать великокняжеского престола. Молодой Дмитрий Иванович был так добр, что не только не отнял наследственного княжества у смертельного врага своего, чего он по справедливости заслужил, но даже позволил ему называться великим князем тверским. Впрочем, одно это название без Владимирского престола не было важно. Так называли сами себя часто и разные другие князья, например, Лизанские и Смоленские. Войско русское почти не отдыхало во время княжения Дмитрия. Едва окончилась продолжительная война с тверским князем, как полки московские пошли в Камскую Болгарию. Великий князь беспрестанно думал о том, чтобы освободить отечество свое от власти татар. Камская Болгария тогда принадлежала им. Этого довольно было, чтобы заставить Дмитрия овладеть ею. В то время она называлась уже не Камской, а Казанской Болгарии, потому что в ней был уже славный в истории нашей город Казань. Его основал один из татарских ханов по имени Саин, который, идучи завоевывать Россию, был встречен тут многими русскими князьями. Боясь татар как огня, они пришли к ним с покорностью и принесли богатые дары. Саин жалился над ними и не пошел в тот раз далее. Место ему понравилось, и Саин вздумал основать тут городок, для того, чтобы татарские баскаки, посылаемые для сбора дань из русских, могли здесь отдыхать. Он населил этот городок болгарами, черемисами, ватяками, мордвою и назвал Казанью. Казань значит по-татарски котел или золотое дно. При Дмитрии Ивановиче Казань была уже не городком, а богатым городом. Жители его, думая испугать русское войско, посланные Дмитрием, выехали навстречу ему на верблюдах. Но чего боятся русские? Они бросились на них так скоро и неустрашимо, что верблюды едва успели повернуться и побежать назад к городу. Два владетеля болгарских, Асан и Махмад Салтан, покорились великому князю и дали ему 2000 рублей, а на воинов его 3000 рублей, и обязались и впредь быть данниками московского князя. Дмитрий очень досадил татарам покорением области, им принадлежавшей. Но в 1378 году и еще более он победил в Бризанской области на берегах реки Вожи сильное войско, посланное Мамаем, чтобы наказать дерзкого русского князя. Эта победа первая, одержанная над татарами с 1224 года, показала, что русские уже не те покорные рабы, какими были прежде. Мамай пожелал отомстить храброму Дмитрию и, чтобы вернее сделать это, собрал войско из татар, половцев, турок, черкесов, ясов, жидов, кавказских и армян. Но это войско показалось Мамаю еще недостаточным для усмирения русских. Он пригласил на помощь литовского князя Ольгарда, уже не было на свете. Наследник, любимый сын его, Ягайло, начал свое правление с того, что убил дядю Кистутия и принудил его сына, молодого Витовта, убежать в Пруссию. Не забудьте этого Витовта, он очень прославится впоследствии. Мамай, прослышав о злых делах Ягайлы, подумал, о, это будет славный помощник мне. И не ошибся. Литовский князь обрадовался его предложению. Они условились совершенно разорить землю русскую, сжечь все города, селения, церкви христианские. К этим двум безбожным врагам нашего Отечества присоединился третий. Кажется, он был еще хуже их. Верно. Вы согласитесь с этим, милые читатели, когда узнаете, что он был русский? Да. Это был князь Рязанский Олег. Жестокий, хитрый, лукавый. Он умел скрывать свои пороки и оказывал всегда столько почтения и любви великому князю, что добрый Дмитрий считал его истинным другом своим. И после этого Олег не постыдился изменить ему, сам предложил Мамаю и Ягайле свою помощь и согласился ждать на берегах Оки. Мамай обещал за это разделить между обоими союзниками завоеванное Великое Княжество. Эта награда была с самого начала причиной измены Олега. Он думал, что соединенные войска татарские и литовские совсем разорят русское княжество. И надеялся в это время не только сохранить свое, но даже увеличить его. Пока бессовестный Олег рассуждал таким образом, пока Мамай и Ягайло мысленно уже считали звонкое золотое русское монету, которым хотелось обогатиться они, Москва была в тревоге, но не от страха, нет. Напротив того, все от самых храбрых, неустрашимых воинов до молодых девушек и детей оживлены были смелостью. Все думали, что пришло время освобождения от власти татар. И как будто предчувствовали, что Бог, жалясь над страданиями русских, наконец поможет им победить своих притеснителей. Пример в этом мужестве, в этой надежде подавал всем жителям московским их князь. Как только Дмитрий узнал о намерении Мамая и Ягайлы, он разослал гонцов во все области Великого княжества русского с повелением собирать войско и везти его прямо в Москву. Через несколько дней целые города готовы были идти против неприятелей. Каждый день приходили в Москву новые полки под начальством князей или бояр. Это были князья ростовские, белозерские, ярославские со своими подданными, бояре владимирские, суздальские, переславские, костромские, муромские, дмитровские, можайские, звенигородские, угличские, серпуховские. Все эти дружины составили многочисленное войско, которое готово было выступить в поход. Но Дмитрий прежде хотел вместе с неразлучным другом своим и после ранней кончины родного брата Иоанна, единственным братом и товарищем князем Владимиром Андреевичем и со всеми главными воеводами съездить в уединенный Троицкий монастырь и там принять благословение Игумена Сергия. О благочестии которого читатели уже слышали. Этот святой старец, хотя уже давно отказался от мира, но пламенно любил свое Отечество. Он обрадовался, неожиданно увидев храбрых защитников в тихом монастыре своем. Обрадовался смирению, с которым они желали получить через него благословение Божие, потому что это предвещало им помощь, небесную и победу. Он упросил великого князя отобедать в монастыре, окропил святою водою его и всех бывших с ним военачальников и отпустил с ними разделять опасности войны двух монахов – Александра Пересвета и Астряблю. Выезжая из Троицкого монастыря, Дмитрий еще более надеялся на победу. В церкви Михаила Архангела над гробницами предков своих, государей московских, великий князь еще раз помолился Богу и простился с супругою. Горько плакала она, отпуская друга своего на сражение с татарами. Невольно приходила ей в голову мысль обо всех князьях, уже убитых ими. Далеко за городские ворота провожали московские жители, государя и войска его и только к вечеру возвратились в тихую столицу, где остались одни старики, женщины и дети. В 94 верстах от Москвы, в городе Коломне, соединились с Дмитрием два союзника его – сыновья Ольгерда, князья Полоцкий и Брянский, обиженные братом своим Егайлом и поклявшиеся отомстить ему. Здесь великий князь осмотрел все войско свое. Никогда еще не было оно так многочислено. Более 150 воинов, конных, пеших, стояло в рядах. Дмитрий был спокоен и тверд. Его огорчала только измена Олега. И огорчала не потому, что он боялся ее, а потому, что ему горестно было видеть изменников прежним другим. Между тем, Олег страдал от измены своей гораздо более его. Узнав, что великий князь не устрашился войны и уже перешел за Оку, в его собственную Рязанскую землю, он не знал, что ей делать и к кому пристать. Боялся и Мамая, и Дмитрия. Раскаивался в измене и дрожал при одной мысли о том, что будет с ним впоследствии. Мамая с всей Ордой уже стоял за Доном и ждал Егайлу. Войско наше подошло к этой реке. Князья и бояре долго рассуждали, переходить ее или ожидать татар здесь. Решено было перейти, чтобы не дать Мамаю соединиться с литовским князем. И на другой день поутру все войско русское уже стояло на другой стороне Дона, на берегах реки Непрядвы. Здесь Дмитрий Иванович еще раз взглянул с высокого холма на многочисленные полки свои. Мысль, что, может быть, через несколько часов все эти храбрые воины погибнут под ударами жестоких татар, так тронуло доброе сердце его, что он упал на колени и, глядя на золотой образ спасителя, веявший на черном знамени великокняжеском, молился за народ свой. Потом объехал все полки, говорил с каждым из них, называл воинов милыми братьями, обещал им славу в здешнем мире и в будущем. Это было 8 сентября 1380 года. В шестом часу дня войско наше дошло до поля Куликова, которое простиралось более чем на 10 верст. Здесь русские увидели неприятелей. Татар было больше наших. Дмитрий, несмотря на просьбы князей и бояр, которые умоляли его не подвергать опасности жизнь свою, сражался в передовом полку. Он первым ударил по врагу, место его было в рядах простых воинов. Три часа продолжалась страшная битва. Кров лилась на всем обширном поле. Но все еще нельзя было решить, кто останется победителем. В одном месте русские теснили татар, в другом татары русских. Однако уже большие или княжеские знамена едва спасены были от рук мамая. Уже некоторые из полков московских хотели было бежать. Как вдруг князь Владимир Андреевич, начальник засадного полка, выступил из рощи, которая скрывала его от всех и неустрашимо бросился на татар. Это решило судьбу сражения. Неприятели не могли уже противиться свежему войску и побежали. Мамай, увидев это бегство, скричал с тоскою отчаяние. Велик Бог христианский! И побежал за своими воинами. Русские гнали их до реки Мичи, убивали и топили без счета и взяли в добычу множество лошадей и верблюдов, навьюченных разными ценностями. Радость и счастье победителей были неописуемы. Первого героя этого знаменитого в нашей истории дня, великого князя Дмитрия Ивановича, назвали Донским. Второго князя Владимира Андреевича – храбрым. Они вместе со всеми оставившимися в живых князьями и боярами объезжали поле Куликова. Много было убито русских, но вчетверо более татар. Всего же, по уверению некоторых историков, было до 200 тысяч тел. Великий князь плакал над всеми ими и в знак благодарности приказал праздновать память их Дмитриевскую субботу, которая бывает между 18 и 26 числами октября. Егайлов в день Донского сражения был только в 30 верстах от Мамая. И, узнав, чем оно окончилось, устрашился и побежал назад в Литву. Там скоро, что русские не могли догнать его. Дмитрию удалось в один день избавить Россию от двух сильных неприятелей. Известие о победе его восхитило не только жителей Москвы и области Великого княжества, но и всех других княжеств. Народ везде встречал Донского с неизъяснимым восторгом, как освободителя Отечества от жестокой власти варваров. Все думали, что это освобождение уже исполнилось, что слава и счастье нашего Отечества уже навсегда возобновились, что татары после Куликовской битвы никогда уже не осмелятся идти на русских. Новое несчастье Москвы и разбои новгородцев 1380-1388 годы Бедные предки наши обманулись в своих ожиданиях. Не прошло и двух лет после славного Донского сражения, как Москва опять оказалась в руках татар и опять терпела все те же ужасы, какие происходили в ней в то время Батыя. Новый мучитель ее, то есть новый царь татарский, был Нимамай, которого уже не было на свете, а смертельный неприятель его, хан Тахтамыш, один из потомков Чингисхана. Во время беспорядков, происходивших в Копчаковской орде около 1360 года, Тахтамыш был изгнан оттуда ханом Урусом и убежал в Бухарию, чигайским монголом. Там он сумел войти в милость главному эмиру, или князю, Тамерлану. Тамерлан очень походил на Чингисхана и так же, как он, хотел завоевать весь свет. Читатели мои, верно, хорошо помнят этого злодея, который бросал людей в котлы. Вот второй Чингисхан, это и есть Тамерлан. Жалея об участии Тахтамыша, изгнанного из Отечества, дал ему войско, чтобы отнять наследственный престол свой у Мамая, который в это время возвращался с остатками своих полков с поля Куликова. Мамая разбили совершенно. Тахтамыш сделался царем в орде и потребовал от великого князя, чтобы все князья наши, как подданные татар, немедленно явились к нему. Русские удивились, но не встревожились. Более того, они выказали так много ненависти к татарам, что ханский посол не посмел ехать далее Нижнего и Новгорода и возвратился в сарай. Дмитрий, надеясь на слабость орды, не думал ни о новом хане, ни о том, чтобы приготовиться к защите. Тахтамыш молчал около года, и вдруг в Москве услышали страшную весть. Он идет на Россию. А бесчестный Олег, несмотря на благодеяние великого князя, простившего прежнюю измену его, опять принес отечество в жертву варварам и дружески встретил их на границах своего рязанского княжества. Эта весть была ужасна для всех русских, совсем не приготовившихся к ней. Но, если бы все князья одинаково любили свое отечество и соединили свои войска, можно было бы ручаться, что еще одно сражение, как Донское, и Россия навсегда освободится от притеснителей. Но вместо этого спасительного согласия все князья оставили Дмитрия. Даже тесть его, князь Нижегородский, не захотел помочь ему. Напротив того, он послал к хану двух сыновей своих с дарами. Великий князь потерял твердость духа и, не имея надежды победить Тахтамыша, с одним только верным помощником своим, братом Владимиром Андреевичем, решил, что лучше защищаться в крепости, нежели выйти навстречу неприятелю. И удалился в Кострому со всем своим семейством. Тогдашний митрополит Киприан, грек родом, выехал в Тверь, а народ московский, оставленный государем и митрополитом, шумел и спорил с боярами. Он-то приходил в отчаянное, то храбро защищался и, наконец, 16 августа 1382 года сдал столицу Тахтамышу. Жестокий хан принудил его к тому хитростью. Он обещал жителям не разорять Москву и тотчас уйти из нее, если они сдадутся добровольно. Москвитяне поверили и дорого заплатили за легковерие. Татары злодействовали в Москве с обычным зверством своим. Убивали всех, кого встречали, грабили все, что находили в церквах, дворцах, домах, погребах и, наконец, уходя, подожгли весь город. Такая же участь уготовлена была и другим городам. Великого княжества Владимиру, Звенигороду, Юрьеву, Можайску, Дмитрову. Не спаслась Рязанская область, несмотря на измену князя ее. Татары и там поступали, как на земле неприятельской, и доказали Олегу, как ненадежна милость, купленная бесчестием. С горестью великой возвратился в Москву великий князь и увидел все несчастье столицы своей. Только на улицах нашли 24 тысячи мертвых тел, не считая сгоревших и утонувших. Дмитрий собрал все силы огорченной души своей и принялся вместе с братом Владимиром Андреевичем возобновлять красоту Москвы, о которой с восхищением говорили историки того времени. На следующий год для спокойствия подданных своих он с честью принял ханского посла, отпустил с ним в Орду старшего сына своего Василия и заплатил большую дань Тахтамышу, который, хотя и страшен был во гневе, но миловал показывающих раскаяние и покорность. И потому великий князь не боялся за жизнь сына. Хан принял его очень ласково. Но Дмитрию Иоанновичу, видно, неопределено было жить спокойно. Едва начал он забывать ужасное нашествие Тахтамыша, как уже новое огорчение, новое беспокойство готовились для доброй души его. Эти огорчения, эти беспокойства причиняли ему своевольные подданные его новгородцы. Они не только отдали без согласия его два города свои Ладогу и Руссу и берег Нарский одному из князей литовскому Патрикию, но в последние годы, когда великий князь был занят подготовкой к Донскому сражению, а потом несчастьями Москвы, новгородцы вздумали заниматься разбоями и называли это ужасное ремесло удальством или молочеством. Они собирались большими толпами, выбирали себе начальника атамана и отправлялись грабить деревни и города по рекам Волги, Камьи, Вятки. В 1371 году они завладели таким образом Ярославлем. В 1375 Костромой и целую неделю злодействовали в ней. Брали в неволю людей, грабили дома, лавки, бросали в реку то, чего не могли взять с собой. Оттуда они отправились вниз по Волге и, не боясь никого, разорили все прибрежные селения до нынешней Астрахани. Правда, эти разбойники были все убиты там татарским князем Сальчием. Но у новгородцев была не одна такая шайка. С каждым годом число их увеличивалось. И, наконец, дерзость новгородцев дошла до того, что правительство их начало захватывать даже доходы великокняжеские. А духовенство не захотело повиноваться митрополиту Московскому. Великий князь пытался и кротостью, и угрозами напомнить им обязанность их перед государем. Но, когда увидел, что все это напрасно, и что новгородцы хотят быть независимыми от великого княжества, решил усмирить их оружием. Он собрал войско с 26 областей своих. Кроме того, к нему присоединились даже некоторые из подданных Новгорода, жители Вологды, Бежицка, Торшка. Недовольные беспорядками своевольного правительства, с этими силами великий князь расположился лагерем в 30 верстах от Новгорода. Тут встретил его архиепископ Новгородский, умоляя простить вину Новгорода, который готов заплатить 8 тысяч рублей за дерзости своих разбойников. Добрый Дмитрий, милостливый и для непокорных подданных согласился на мир с условием, чтобы Новгород всегда повиновался ему, как государю своему, платил каждый год черный бор или дань, собираемого черного народа и внес бы 8 тысяч рублей за разбойников. Кроме того, они должны были взять у литовского князя Руссу и Ладогу. Так и гордость новгородская смирилась перед героем Донским. Мне остается рассказать вам еще об одном знаменитом деле его. Оно намного облегчило судьбу Отечества нашего и потому заслуживает особого внимания. Великодушие князя Владимира Храброго 1389 год Это славное государственное дело было новый порядок в наследовании престола. Вы помните, что до того времени наследником государя русского был всегда не сын его, а брат как старший в роде. Вы помните также, сколько споров и несогласий было из-за этого в семействах княжеских, как часто сын, воспитанный на глазах отца своего, великого князя, наученный, например, его управлять государством, должен был уступить свои права дяде, может быть, никогда не выезжавшему из своего маленького удельного городка и вовсе не знакомого с теми знаниями, какие имел его племянник. Как часто народ терял в таком случае свое счастье или проливал кровь в междоусобной войне неуступчивых наследников? Предки наши чувствовали всю несправедливость такого установления первых государей своих, но, уважая память их, не смели противиться ему. Владимир Мономах, Георгий Долгорукий, Андрей Боголюбский были первыми из князей, кто громко заговорил о невыгодах такого порядка, но они не имели еще столько силы и смелости, чтобы отменить древний закон отцов своих и ввести новый. Исполнением этого трудного дела мы обязаны Дмитрию Иоанновичу Донскому и доброму великодушному Владимиру Андреевичу. Будучи старшим в роде и двоюродным братом великого князя, он был законным наследником московского престола после смерти Дмитрия. Но, любя отечество свое более всех выгод, какие могло доставить ему великое княжество, Владимир добровольно отказался от прав своих и согласился на предложение Дмитрия ввести новый закон о наследстве. В договорной грамоте, которая была составлена по этому случаю, сказано, что Владимир Андреевич признает Дмитрия отцом, сына его Василия братом старшим, Георгия равным, а меньших сыновей великого князя, младшими братьями, всех же вообще наследниками великого княжества после смерти Дмитрия. Подписывая эту договорную грамоту, Владимир Андреевич сравнялся заслугами с самыми знаменитыми государями. С того времени кончились кровопролитные ссоры дедей и племянников и навсегда утвердился лучший порядок в наследовании престола. 1389 год был несчастным для России. Она лишилась любимца своего Дмитрия Ивановича. Когда ему исполнилось только 40 лет, болезнь его случилась вдруг и продолжалась несколько дней, перед смертью он представил окружавшим его бояром своего 17-летнего сына. Василия как будущего государя их и выбрал ему 9 советников из опытных вельмож. С удивительной твердостью говорил он с ними еще за несколько минут до кончины. Просил их служить верно семейству его и отечеству, обнял нежную супругу свою, благословил каждого из сыновей. Последние слова его были «Бог мира да будет с вами». Трудно описать горесть, какую чувствовал народ, узнав о кончине Дмитрия. Никого из государей своих, исключая Мономаха и Александра Невского, не любил он так, как Донского. Добрый Дмитрий в полной мере заслужил эту любовь. Кроме храбрости, которая доставила ему имя первого победителя татар, он имел все достоинства превосходного государя. В 26-летнем княжении Дмитрия произошло крещение в веру христианскую пермян и литовцев. Пермью называлась обширная страна в Северной России от реки Двины до Уральских гор. Жители ее, пермяне и зряне, давно уже платили дань русским, которые, получая от них много серебра и мехов, не принуждали их креститься. Вдруг один молодой монах Стефан, сын церковника в городе Устюге, почувствовал сильное желание просветить этих идолопоклонников. Он выучился языку пермскому, выдумал для него особые буквы, перевел главные церковные книги его славянского языка и отправился к дикарям проповедовать Евангелие. Бог благословил его усердие, пермяне поняли истину его учения, начали сами истреблять своих идолов и шли целыми толпами к Стефану, чтобы креститься. Митрополит Московский сделал его первым пермским епископом. Во времена жизни своей Стефан был покровителем народа. Им просвещенного, нетленное тело его погребено в Кремле, в церкви Преображения. Крещение литовцев происходило совсем иначе. Их не просвещал кроткий служитель Божий, а крестил волей и неволей князь, середитый Егайло. Может быть, читатели удивятся, как этот Егайло, сам идолопоклонник, вздумал крестить народ свой. Вот как. В 1382 году умер король польский Людовик. У него не осталось сына, а только 15-летняя дочь, прекрасная, добрая, благочестивая Гедвина. Польские вельможи, управлявшие государством, искали для молодой королевны своей, такого супруга, который бы мог защитить ее владение от нападений врагов. Из всех князей соседних с Польшей не было сильнее Егайлы. Его и избрали супругом прекрасной королевны польской с тем условием, однако, чтобы он принял веру христианскую. Вот для чего. Чтобы жениться на Гедвине и сделаться через то польским королем, Егайла согласился сам креститься и потом крестить весь народ свой. И как же он крестил его? Он не учил так, как Стефан и другие проповедники веры Христовой, а оставил литовцев в ряды целыми полками и заставлял их читать символ веры. В это время священники кропили их святой водой и давали им христианские имена. Но, чтобы не терять времени, выдумывая разные имена, в одном полку называли всех людей Петрами, в другом Павлами, в третьем Иванами и так далее. Надо бы сказать вам, что вера поляков, принятая Егайлом, была не наша, греческая, а латинская или католическая. От этого произошли новые беды для тех русских областей, которые были под властью Литвы и Польши. Теперь соединенных в одно государство. Егайла усердный католик уже не любил греческих христиан и всячески старался притеснять их. В княжении Дмитрия Донского предки наши перестали употреблять куны или кожаные деньги и начали делать кроме рублей мелкую серебряную монету по образцу татарской. Татары называли свою серебряную монету тангою, а медную пулую. И русские назвали также свою. Это название несколько изменилось потом. Из танги сделали деньги, а из пулы полушки. И теперь еще у любителей древности можно найти эти самые старинные серебряные монеты наши. Каждая из них весит четверть золотника. На них изображена фигура человека, сидящего на лошади. В последний же год княжения Димитрия появились у нас огнестрельное оружие, выписанное предками нашими из немецкой земли. Здесь кстати сказать вам, что порох изобретен около половины 14 столетия французским монахом Бертольдом Шварцем. Ссора на свадьбе великого князя Василия Второго от 1425 до 1433 года. 27 февраля 1425 года скончался Василий Дмитриевич. Все его братья, бывшие в Москве, обещали ему почитать своим государем его десятилетнего сына Василия. Один только Юрий Дмитриевич князь Звенигородский не давал этого обещания и как только узнал о смерти брата отправил посла с угрозами в Москву. Но маленький князь не испугался дядя. У него была умная мать, был сильный опекун, его дед Витов Литовский. Были усердные советники и пестуны, среди которых самым искусным, самым красноречивым и самым хитрым был боярин Иван Дмитриевич. Все эти защитники малолетнего государя, посоветовавшись между собою, отправили от его имени к Юрию Дмитриевичу митрополита Фотия. Убеждения служителя Божьей подействовали на Юрия. Он согласился, хоть и не совсем, отказаться от великого княжества, но, по крайней мере, не искать его до тех пор, пока царь татарский решит, кому оно принадлежит. В то время, когда шли переговоры об этом с Ордой, новгородские области терпели много горя от жадности Витовта к завоеванию, которое не уменьшилось в нем в глубокой старости. Ему давно хотелось завладеть сильным Новгородом, все области которого были богаты и велики. Первое место среди них занимал Псков, знаменитая родина Святой Ольги. Новгородцы были так довольны услугами псковитян, всегда защищавших их от ливонцев и льдовцев, что в 1348 году сняли Пскова верховную власть свою и назвали его братом Новгорода. С тех пор псковитяне имели во всем одинаковые с новгородцами права. Имели такое же вече, какое было на дворе Ярослава, но со времен Калиты эта вече уже немного значила и в Новгороде, и в Пскове. Великие князья московские не позволяли им иметь особенных князей и посылали к ним только своих наместников. Новгородцы, привыкшие всегда сами выбирать и по своей дерзкой воле сменять князей своих, не любили Москвы и при каждом случае показывали эту нелюбовь. Витовт умел пользоваться этим расположением и старался еще больше разжигать ссоры Новгорода с Москвой, надеясь, что эти ссоры, отнимая мало-помалую силу обеих сторон, помогут ему овладеть первым. Таким намерения вредные для нашего Отечества верно исполнились бы, если бы Витовт был моложе или наследники его имели столько же ума и страсти к завоеванию, как он. Но, к счастью для России, слава литовского народа началась и кончилась с Витовтом. Он умер в 1430 году и умер от досады. Вы удивляетесь этому, читатели мои? Точно от досады. Послушайте. Витовту очень хотелось называться королем литовским. Егайло, король польский и настоящий владитель Литвы, был согласен на это. Папа римский также. Но паны или вельможи польские, не желая видеть отделение Литвы от Польши, тайно старались переделать все это. А между тем, не мешали Витовту звать гостей на свое кранование и готовить для них пышные праздники. Гости съехались. Это были русские, польские князья, татарские ханы, господа Валахии, послы греческого императора, ландмаршала Ливонский, король Егайло, великий князь Василий Васильевич, внук Витовта молодого русского государя, провожал митрополит Фотий. Историки этого времени говорят, что этот торжественный съезд такого множества знаменитых князей представлял собой необыкновенную прекрасную картину. Седой 80-летний хозяин, окруженный первыми литовскими вельможами, угощал своих посетителей так пышно, что во всей Европе с удивлением рассказывали о его праздниках. Вообразите себе, дети, что из княжеских погребов отпускалось каждый день 700 бочек меду, кроме вина и пива, а на кухню привозили 700 быков, 1400 баранов, 100 зубров, столько же лосей и кабанов. Около семи недель продолжались праздники в Вельне, троках. Витов с каждым днем ожидал, что посол Римский приедет короновать его. Но вместо короны он привез от папы отказ на просьбы князя Литовского. Гордый старик так огорчился этим, что заболел, распрощался с гостями, которые спешили разъехаться и через несколько дней скончался. После его смерти Литвой владел сначала его двоюродный брат Свидригайло, потом родной брат Сигизмунд, наконец, сын Ягайло Польского, Казимир. Все эти государи уже совсем не походили на храброго, неустрашимого, хитрого Витовта. Верно, князь Юрий Дмитриевич боялся этого страшного опекуна, молодого великого князя. При жизни его он не напоминал Василию Васильевичу об их условии просить суда Ханского, но тотчас после смерти Витовта объявил опять о своих притязаниях на великокняжеский престол. И вот дядя и племянник поехали в Орду к царю Махмету. При отъезде великого князя из Москвы народ впервые столкнулся с его слабым нравом. Он боялся одной мысли ехать к татарам и плакал не от печали по матери Отечеству, а от страха погибнуть в Орде так же, как погибли там многие русские князья. Его ободрял и утешал на протяжении всего пути боярин Иван Дмитриевич. Редко кто умел так красноречиво говорить, как этот хитрый советник великого князя. К тому же у него была хорошенькая дочка, которую ему очень хотелось видеть великой княгиней. Он уже несколько раз намекал об этом своему воспитаннику. И молодой Василий Васильевич не отговаривался. Гордому Ивану Дмитриевичу казалось, даже что великий князь с удовольствием слушает его предложение, что он уже согласен назвать его дочь своей невестой. Мы обычно охотно верим тому, что желаем. Князь Василий был прозван темным. Его личная судьба и начало правления были самыми трагическими в русской истории. По заговору, составленному его дядей Юрием, в 1446 году Василий попал в руки Дмитрия Шемяки и был ослеплен. Его отвезли в Углич, а затем в Вологду. Однако через год князь Василий вернул себе великое княжение. При нем в 1448 году русская церковь стала автокефалией. Собор русских святителей без участия восточных патриархов избрал митрополитом Иону. Вот Иван Дмитриевич с новым жаром принимает за дело своего будущего зятя. Ласковыми словами, богатыми подарками, склоняет всех ханских вельмож в пользу молодого князя. И, наконец, с полной надеждой на успех является с ним в назначенный день суда к хану Махмету. Ханских вельмож в пользу молодого князя и, наконец, с полной надеждой на успех является с ним назначенный день к хану Махмету. Хан уже узнал, что Василий доказывал свое право на престол новым законом московских государей, по которому сын после отца, а не брат после брата, был наследником. Дядя же его считал этот закон несправедливым и хотел быть великим князем по прежнему установлению. Когда князь Юрий кончил свою жаркую речь, боярин Иван Дмитриевич, сделав низкий поклон, стал перед Махметом и сказал, «Царь Верховный, позволь мне смиренному холопу говорить за моего молодого князя. Юрий ищет великого княжества по старинным грамотам, а Государь наш, по твоей милости зная, что оно в твоей воле, отдашь его кому хочешь. Один требует, другой просит. Что значит все грамоты против твоей воли? Шесть лет уже Василий Васильевич на престоле. Ты не свергнул его. Стало быть, сам признавал государем законным. Эта льстивая, хитрая речь так понравилась хану, что он уже тут же обнял молодого Василия, признал его великим князем и приказал Юрию ввести под ним коня. Этот азиатский обычай означал власть верховного государя над князем, зависящим от него. Но Василий Васильевич не допустил дядю до такого унижения. И, возвратясь в отечество, они, казалось, уже забыли свои разногласия и жили спокойно, каждый в своем владении, как вдруг, совсем неожиданно, вспыхнула между ними новая кровопролитная ссора. И вот по какой причине. Боярин Иван Дмитриевич, приехав из Орды, с нетерпением ожидал, когда великий князь многим ему обязаны назначить день своей свадьбы с его дочерью. Но, к удивлению, через несколько месяцев заговорили о свадьбе государя и невестой объявили не дочь Ивана Дмитриевича, а княжну, Марию Ярославну, внучку знаменитого и очень любимого народом князя Владимира Андреевича Храброго. Трудно представить себе, как рассердился на это гордо Иван Дмитриевич. Он поклялся отомстить за эту обиду великому князю. И тотчас же, не дожидаясь окончания свадьбы, уехал в Костромской Галич к своему дяде Юрию Дмитриевичу и предложил ему в свои услуги погубить Василия. В то время, как эти два жестокие врага князя выдумывали способ отомстить за себя, новая ссора в Москве предоставила им еще двух усердных помощников. Два сына Юрия Дмитриевича, Василий Косой и Дмитрий Шемяка остались в Москве пировать на свадьбе молодого государя и своего двоюродного брата. Косой был в это время сговорен на внучке боярина Ивана Дмитриевича, дедушка невесты в день сговора подарил жениху золотой пояс с цепями, усыпанными драгоценными каменями. Зная богатство Ивана Дмитриевича, Косой не спрашивал, откуда достался ему этот прекрасный пояс, а только любовался его чудесной отделкой, блеском изумрудов, рубинов, красотой искусно сделанных цепочек. С нетерпением ждал он случая обновить дорогой подарок на каком-нибудь празднике. И скоро такой случай представился. 8 февраля 1433 года назначена была свадьба великого князя. Весело отправился во дворец Василий Юрьевич в своем золотом поясе и уже заранее восхищался тем, как он удивит всех гостей своим богатым нарядом. Он, конечно, удивил, но зато и сам был удивлен, когда молодые уже приехали из церкви и все гости сидели с ними за пышным столом. Один из бояр ростовских начал сматриваться в драгоценный пояс и как будто припоминать что-то знакомое. Наконец, оборотясь к матери великого князя, княгине Софине, боярин тихо сказал, «Государыня, видишь ты пояс на князе Василия Юрьевича? Он непростой. Он из кладовых великокняжеских. Этот пояс подарен князем Дмитрием Константиновичем Суздальским, его зятю, нашему незабвенному государю Дмитрию Донскому. В день его свадьбы он затерялся. Говорили, будто бы один из самых близких к великому князю бояр, подменил его, но до сих пор было неизвестно, кто именно. Я удивляюсь, как мог этот драгоценный для всех нас пояс попасть к молодому Василию Юрьевичу». Пылкая, гордая София, у которой была причина не любить семейство Юрия Дмитриевича, обрадовалась и дорогой находке, и случаю доставить неприятность сыну своего врага. Поспешно подошла она к Василию Юрьевичу, надменно спросила, где он взял свой богатый пояс, и, не дождавшись ответа, собственными руками сорвала его. Удивление и гнев молодого князя были неописуемы. Не имея понятия о том, что пояс достался боярину Ивану Дмитриевичу, потому что был подменен одним из его предков, Василий Юрьевич видел в нем только подарок деда своей невесты и не хотел его лишаться. Его брат, Дмитрий Шемяка, держал его в сторону, но спорить было нельзя. Пояс был уже в руках Софии Витовны, которая приказала молчать сыновьям Юрия. Кровь кипела в молодых князьях от такой жестокой обиды. В бешенстве выбежали они оба из дворца и в тот же час отправились в Галич, к отцу. Там их давно ожидали два старика, ненавидевшие и великого князя. Рассказ о новой обиде еще больше усилил их злобу. И вы представьте, милые дети, сколько новых несчастий вытерпели предки наши за свадьбу государя своего с княжной Марии Ярославной и за пояс Василия Косова. Два хитрых врага 1395-1425 годы. Бог любит Отечество наше. Милые дети, сколько бед и несчастья оно переносило. И страшные завоеватели, и собственные князья русские разоряли, жгли, опустошали его. Благородные, великодушные государи должны были преклонять колени перед дикими варварами. Должны были более двухсот лет беспрестанно дрожать не только за жизнь подданных своих, но и за свою собственную. Кроме татар, этих бесчеловечных мучителей России, сколько еще других врагов желали погубить ее. Сначала печенеги, половцы, потом шведы, датчане, немцы, литовцы, поляки, венгры, все. В свою очередь, нападали на русских и истребляли их среди таких опасностей, что другое, кроме любви и помощи Божьей, могло спасти их. И как премудро посылалась им эта помощь. Когда в Орде царствовал хан, более других, любивший войну и кровопролитие, тогда России Бог посылал храброго князя, который умел противиться злому татарину, когда царь татарский любил спокойную и веселую жизнь, сарае и деньги, тогда на русском престоле был щедрый и миролюбивый князь, который радовался, что деньгами, а не кровью мог покупать спокойствие своих подданных. Когда соседней Литвой управлял злой, жестокий, жадный Ольгерт, тогда у нас был умный, неустрашимый Дмитрий Донской. Когда литовским князем сделался хитрый Витовт, племянник Ольгерда, тогда великим князем московским был не менее хитрый сын Донского Василий Второй. Более двадцати лет продолжались ссоры этих двух князей, несмотря на то, что дочь Витовта, София, была замужем за Василием Дмитриевичем. Оба они были примечательными людьми, и потому читатели мои верно захотят узнать несколько подробнее их историю. Витовт был одним из самых жестоких и сильных завоевателей. Король Егайла, сделавшись супругом прекрасной наследницы польского престола Гедвиги, уже не думал о войне и, не заботясь о литовском княжестве, не выезжал никуда из польской столицы своей, Кракова. Витовт, воспользовавшись этим, овладел Литвой, а через некоторое время и Волынью. Но все это казалось мало ненасытному. В 1395 году он завладел Смоленском. Так что, кроме литовских земель, ему уже принадлежала вся старинная земля Вятичи, то есть нынешняя Орловская губерния, частью Калужской и Тульской, множество удельных городов, князей Черниговских. Одним словом, Витовт был государем всей Южной России и замышлял отнять у Василия Дмитриевича и последние оставшиеся у него области, где сохранялась жизнь и будущее величия русских. Сколько надобно было Василию иметь мужество, благоразумие, осторожности и даже хитрости, чтобы не допустить исполнения этого намерения. Ему это удалось, и Витовт, видя твердость русского князя, отказался от своих замыслов, и в последние годы княжения Василия жил в мире с ним. Гордость его была во многом усмирена татарами. Чрезвычайная страсть повелевать другими и отнимать чужие владения внушила ему однажды мысль победить Тимур Кутлука, а потом и покровителя его, самого Тамерлана. Чтоб завести ссору с Кутлуком, он призвал к себе изгнанного из орды хана Тахтамыша и обещал возвратить ему опять татарский престол. Тахтамыш обрадовался такому счастью. Литовский князь уже давно славился своей силой храбростью и на помощь его можно было надеяться. Они отправились на татар. Витовт приглашал в этот поход и зятя своего Василия Дмитриевича. Но умный великий князь, видя на примере Южной России, что власть литовская для русских еще хуже татарской и зная, что после победы над татарами уже все должно будет покориться Витовту, сумел отговориться от приглашения тестя и не дал ему войск. Витовт надеялся, что и без помощи русских справится с татарами, но ошибся. У Тимура Кутлука был хотя и старый, но умный и храбрый воевода Эдгей. Ему суждено было наказать дерзкого литовского князя, который в первом же сражении был так разбит татарами, что едва мог спасти треть своего войска. Хан Тимур Кутлук гнал его до самого Днепра, взял с Киева 3000 рублей литовского серебра, оставил в этом городе своих баскаков и разорил области Витовта до самого Луцка. Эдгей был памятен и для Северной России. В 1408 году он приходил разорять ее за позволение, данное великим князем, сыновьям Тахтамыша жить в России. Все места от реки Дон до Белого озера и Костромского Галича были разорены. Только Москва благодаря храбрости князя Владимира Андреевича спаслась. Впрочем, этот поход Эдгея не принес большой пользы татарам. Новые беспорядки в Орде заставили его скорее возвратиться туда, а русским дали возможность не слушаться ханов. Вот письмо, которое старый Эдгей послал с дороги великому князю. Оно очень любопытно, потому что покажет вам, как думали и писали тогда наши гордые повелители и как уже мало поминовался им русский великий князь. От Эдгея поклон к Василию. После думы с царевичами и князьями нашими великий хан послал меня на тебя с войском, потому что слышали мы, что у тебя укрываются дети Тахтамыша. Да еще слышали мы, что у тебя в московском княжестве неправо делается. Вы осмеиваете и всячески притесняете не только купцов наших, но даже и послов царских. Так так ли бывало прежде? Спроси у стариков. Земля русская была нашим верным улусом, держала страх, платила дань, почитала послов и гостей ордынских. Ты не хочешь знать того, и что же делаешь? Когда Тимур сел на царство, ты не видал его в глаза, не присылал к нему ни князя, ни боярина. Прошло царство Тимурова. Шадибек восемь лет был ханом. Ты не был у него. Теперь царствует Булат. Уже третий год. Ты самый старший князь в Улусе русском, не являешься в Орду. Все дела твои недобрые. Были у вас нравы и дела добрые, когда жил боярин Федор Кошка и напоминал тебе о ханских благодеяниях. Ныне ты думы старцев не слушаешь. Что же вышло? Разорение твоему Улусу. Хочешь ли княжить мирно? Призови на совет бояр старейших Илью Иоанновича, Петра Константиновича и других. Согласных с ними и доброй думе пришли к нам одного из них со старинными оброками, какие вы платили царю Ченебеку, чтобы не погибло совсем твое царство. Все, что ты писал к хану о бедности народа русского, несправедливо, мы теперь сами видели твой Улыс и узнали, что ты собираешь в нем по рублю с двух сох. Куда же идет серебро? Земля христианская осталась бы цела, когда бы ты исправно платил дань, а теперь бегаешь как раб, размысли и научися. Но Василий Дмитриевич не испугался этого грозного письма, не исполнил ни приказаний, ни советов Эдигея, и вообще во все времена своего 36-летнего княжения менее всех прежних великих князей платил дань татарам и менее всех признавал власть их над собою. Это приметно из духовного завещания его, в котором он уже явно, не ожидая согласия орды, объявляет наследником великого княжества малолетнего сына своего Василия, боясь, как бы чистолюбивые братья его по-прежнему праву дедей не лишили малютку престола. Василий Дмитриевич поручил его покровительству тестя своего прежнего врага, а потом помирившегося с ним государя Литовского. И здесь виден хитрый ум Василия. Такая лестная доверенность не могла не внушить гордому Витовту желание оправдать ее перед глазами света. Если бы в голове литовского князя еще оставалась какая-нибудь мысль о завладении московским государством, то и на этот случай Василий Дмитриевич сумел распорядиться. Он дал совету великокняжескому, который состоял из бояр Пистунов маленького государя письменные наставления, в какой мере должно принимать покровительство Витовта и до чего его допускать не следует. В княжении Василия Дмитриевича появились в России разные искусства. Москва славилась хорошими живописцами, которые прекрасно расписывали церкви, были также в ней или литейные мастера, а в 1404 году один монах Лазарь родом из Сербии устроил первые часы с боем, которые поставлены были на великокняжеском дворе за церковью благовещания и стоили 150 рублей серебром. Народ удивлялся этим часам как чуду и при каждом бое толпами сходился смотреть и слушать их. У предков наших при Василии Дмитриевиче были также и рыцарские игры или карусели и турниры. Они называли это игрушками. На этих игрушках молодые люди иногда наносили смертельные раны друг другу. Дмитрий Шемяка 1433-1440 из всех врагов, которых доставил великому князю день его свадьбы, самым жестоким был Дмитрий Шемяка. Ни дядя Юрий, ни сын его Василий Косой, ни даже мстительный боярин Иван Дмитриевич не причинили столько зла великому князю, как этот двоюродный брат его. Правду сказать, что и он сам не всегда был справедлив и очень часто заслуживал те несчастья, какие терпел. Шемяка был, кажется, назначен Богом на то, чтобы показать великому князю, что и в здешнем мире зло бывает наказано. Свадебные праздники праздники Василия Василия Васильевича были, кажется, последними приятными днями для этого несчастного государя. Не прошло месяца после них, как уже Юрий Дмитриевич сыновьями своими изгнал его из Москвы и, из милости дав ему в удел город Коломну, объявил себя великим князем. Правда, княжение его продолжалось всего несколько месяцев. И Василий опять возвратился в Москву. Но Юрий мог бы сделаться для него опасным, если бы вскоре не умер. Однако с ним не умерли все враги Василия, и сыновья его, Косой, Шемяка, имели точно такие же чистолюбивые намерения, как и отец их. Косой, как старший, объявил свое право на великокняжеский престол и уже пошел к Москве. Но великий князь с верными москвитянами, чрезвычайно любившими его, победил гордого брата своего и тогда же обесславил себя ужасным злодейством, напомнившим Россию XII век и несчастного Василька Ростиславича. Он приказал ослепить Василия Косова. Такой жестокий поступок уменьшил любовь русских к великому князю и извинил несколько все зло, каким он впоследствии отомстил ему Шемяка за несчастье брата. Сначала этот хитрый князь не показывал Василию своей ненависти и даже вместе с ним называл врагом отечества бедного слепца. Но это все было только для того, чтобы получить во владение те богатые уделы, которыми великий князь хотел вознаградить его за несчастье Косова. Когда новые области были ему отданы, он начал думать о мщении и недолго искал к тому случая. В России, окруженной со всех сторон врагами, такие случаи были нередки. В 1437 году хан татарский Махмед был изгнан из Орды братом своим Кичимом. Сделав царствование свое много добра для Василия Васильевича, он надеялся жить спокойно в Отечестве нашем и приехал в один из городов русских. Но Василий не помнил богодеяний и, узнав о приезде Махмеда, Тайчай же приказал ему удалиться из пределов России. Хан, обиженный такой неблагодарностью и привыкший видеть великом князе своего данника, не хотел послушаться его. Имея у себя три тысячи воинов, Василий послал на него войско под начальством Шемяки. Заранее радовался Шемяка приятному случаю досадить брату. Все селения, мимо которых проходил он, были разграблены, а у стен маленького городка, где жил Махмед, русское войско вместе с начальником своим пришло в такой страх, что почти, не начиная сражения, пустилось бежать. татары удивились и, поскакав за беглецами, почти всех их изрубили. Злой умысел Шемяки в этом деле был явный, но совесть все же мучила великого князя за ослепление косого, и, не смея наказать брата его, он оставил Шемяку спокойно княжить в уделах ему данных. Между тем, хан Махмед, зная, что ему нельзя долго жить в России и спорить с Василием, пошел через Мордовскую землю в Болгарию, к тому месту, где была Казань, разоренная русскими в 1399 году. Это прекрасное изобильное место, любимое татарами, Батыя понравилось и потомкам их, и изданный хан Копчахский возобновил знаменитое царство Казанское, которое потом около ста лет было страшно для русских. Слух о ласковости и добродушии Махмеда, о выгодах, какие доставлял он всем желавшим поселиться в Казани, привлекал к нему новых жителей со всех сторон. Кроме болгар, черемисов, татар, к нему приезжали целые семейства из Золотой Орды, из Астрахани, Азова, так что Казань через несколько месяцев наполнилась людьми. Спустя год Махмед ходил уже грабить Московское княжество, а в 1445 году историки наши говорили о настоящем нашествии на Россию Казанского царя. Он взял Нижний Новгород, а двух сыновей своих послал к Суздалю. Это нападение было так неожиданно, что великий князь не успел собрать всех своих защитников, а Шемяка опять обманул его, не поехал сам к нему на помощь и не прислал войско. Этот обман дорого стоил великому князю. Имея только 1500 воинов, он не только был разбит татарами при Суздале, но даже взят в плен с простреленной рукой, с 13 ранами на голове и без нескольких отсеченных пальцев. Как радовался Шемяка несчастью Василия, особо когда Махмед прислал к нему своего мурзу или вельможу с дружескими предложениями. Он уже не сомневался, что добьется себе у Махмеда великокняжеского престола, а Василию вечной неволи как вдруг все переменилось. В то время, как казанский царь праздновал в Нижнем Новгороде свои победы, какой-то татарский князь завладел Казанием. Махмед, желая скорее возвратиться в свою столицу, не стал дожидаться возвращения Мурзы от Шемяки и отпустил великого князя в Москву, взяв с него только выкуп. Неожиданное возвращение обрадовало печальное семейство Василия Васильевича и весь народ его, но в то же время стревожило новой досадой сердца Димитрия. Он опять поклялся погубить врага своего и решился не ожидать случая, а скорее кончить дело изменной и заговором. Для этого ему нужны были помощники, а так как дурных людей везде много, то он скоро нашел их. Главным из них, кроме многих бояр, купцов, дворян и даже монахов, был двоюродный брат Василия и Димитрия Шемяки, князь Иоанн Андреевич Можайский. Заговорщики условились внезапно овладеть столицей и схватить великого князя. Они выбрали время, когда Василий поехал в Троицкий монастырь благодарить Бога и Святого Сергия за избавление свое из плена. Это было в 1446 году. 12 февраля ночью злодеи вошли в Кремль и без труда овладели этой крепостью, где все спали, а потом и всей Москвою. В ту же ночь Шемяка отправил в Троицкий монастырь верного друга своего Иоанна Можайского схватить там великого князя. Несчастный государь, вовсе не ожидая жестокой судьбы своей, усердно молился в церкви в ту самую минуту, как злодеи вошли и взяли его перед гробницей святого Сергия. Безо всякой жалости они бросили бедного князя в голые сани и привезли в Москву прямо на двор к Шемяке. Напрасно умолял он отпустить его, обещая постричься в монахе. Напрасно плакал перед врагом своим. Шемяка был неумолим и, чтобы заставить Василия испытать все те страдания, какие терпел от него Василий Косой, приказал ослепить его и потом сослал в углич. Тогда же он объявил себя великим князем и во время непродолжительного правления своего показал столько бессмысленности, столько несправедливости, столько неуважения к прежним законам нашим, что с тех пор появилась в народе пословица о Шемякином суде, и теперь еще всякое несправедливое и бестолковое разбирательство, какое-нибудь ссоры или дело называют Шемякиным судом. Последние годы княжения Василия Темного от 1446 до 1462 года. Василия Второго со времени ослепления называли темным или слепым. Это несчастье одно из самых горестных для человека было полезно для него. Оно заставило его раскаяться в прежних несправедливых поступках, примирило его совесть с Богом, сделало его таким же любимым всеми, каким он был до ослепления Василия Косова. Не прошло года, и эта общая любовь народа возвратила ему великокняжеский престол. С христианской кротостью он простил Шемяку, взяв с него торжественную клятву никогда не думать о великом княжестве. Но для злого человека, который не боится Бога, клятва немного значит. В 1450 году Шемяка уже опять пришел с войском на великого князя, и 27 января между ними произошло жестокое сражение у Галича, особо примечательное тем, что это было последнее сражение в междоусобных ссорах князей. Величие Россия было уже близко, и отдельные несогласия удельных князей скоро стали утихать под хранительным могуществом одного государя. Шемяка был совершенно разбит москвитянами и, потеряв свой наследственный удел, Галич убежал в Устюг, город и теперь существующий в Вологодской земле. Более двух лет Василий Темный не тревожил этого мятежника в Устюге. Наконец, в 1453 году, собрав войско, он пошел наказать его, и еще раз побежденный Шемяка убежал в Новгород и там умер от яда. Неизвестно, кто отравил его, но эта смерть обрадовала многих, в том числе и великого князя. Избавясь от врага, жестокость которого 20 лет тревожила наше Отечество, Василий Темный спокойнее принялся за государственные дела. В 1456 году он так усмирил новгородцев, как еще ни один из князей не усмирял их, а в 1459 покорил Вятку, которая, хотя и принадлежала к области Костромского Галича, присоединенного к московскому княжеству еще при жизни Шемяки, но долго не хотела повиноваться Василию. В последние годы своей жизни великий князь почти не платил никакой дани татарам и счастливо побеждал их, когда они иногда приходили разорять наши области. При нем стала известна еще новая орда, составленная старым Эдигеем из черноморских татар. Она называлась Крымской и находилась на Крымском полуострове. Эдигей, незадолго до смерти, оставляя эту орду своим сыновьям, просил их не делиться и жить в дружбе между собой, но они не послушали его, разделились и погибли. Тогда крымские татары выбрали себе в ханы молодого Азы, потомка Чингисхана, спасенного от смерти и воспитанного каким-то земледельцем Гиреем. Из благодарности к своему благодетелю молодой Азы принял его имя и назвался Азы Гиреем. С того времени все крымские ханы всегда назывались Гиреями. Эта новая орда притеснителей нашего отечества долго тревожила его. За несколько лет до смерти Василия темного греческая империя была завоевана османскими турками. Это несчастье знаменитого государства помнят и наши историки, потому что русские со времени принятия христианской веры привыкли почитать Грецию как будто свое второе отечество, привыкли любить греков и принимать участие во всем, что их касалось. В то время у нас говорили о Константинополе точно так же, как теперь говорят о Париже или Лондоне. Строение церквей, домов, даже обычаи и нравы все мы переняли и все у греков. Это пристрастие к ним спасло нас от несчастья слишком сблизиться с нашими жестокими врагами, татарами. Были примеры в истории разных государств, когда победенные народы, принимая обычаи своих победителей, смешивались с ними так, что впоследствии составляли один народ. Но мы избавились от такого унижения и должны благодарить за это греков. Обычаи татар, которые были прежде идолопоклонниками, потом магометанами, были так неприятны для наших предков, что они называли их погаными и оттого еще больше любили все то, что было греческое, с другими государствами Европы мы еще не имели никакого сообщения, кроме торговли новгородцев с немецкими городами. Великий князь Иоанн Третий и греческая царевна София от 1462 до 1472 годов. Наконец мы дошли до самого знаменитого из наших старинных государей до великого князя Ивана Третьего. Он освободил нас от жестокой власти татар. Он возвратил нашему отечеству его прежнюю славу. Наконец он осуществил на деле великую идею единовластия, то есть объединения всех удельных областей под властью одного государя. У некоторых из князей также была эта мысль, но у них не было возможности исполнить ее. Иоанну Третьему удалось это, и наша благодарность к нему должна быть очень и очень велика. Он так много сделал хорошего, умного, славного во время своего 43-летнего княжения, что вы наверняка с удовольствием будете читать рассказы о его великих делах. Став на 22-м году своей жизни великим князем, наследником своего отца Василия Темного, Иоанн уже при вступлении на престол показал необыкновенную твердость, ум, осторожность в государственных делах. в 1464-м году было его первое знаменитое дело. Он усмирил гордого царя Казанского Ибрагима и, окружив войском Казань, вынудил его заключить мир на условиях государя Московского. В 1470-м году началась и продолжалась два года война с Новгородом, беспокойные жители которого все еще искали случая освободиться от власти великих князей. Здесь вы, милые читатели, столкнетесь с явлением прежде неслыханным у нас на Руси. Женщина вздумала возмутиться, вздумала быть защитницей своей родины Новгорода и устроить его судьбу. Этой безрассудной женщиной была пылкая, гордая, честолюбивая Марфа, жена бывшего посадника Исаака Борецкого и мать двух взрослых сыновей. Ее дом был самый богатый, великолепный в Новгороде. Все уважали ее как вдову знаменитого посадника. Даже сам великий князь в знак особой милости пожаловал ей ее старшему сыну важный чин московского боярина. Но всего этого было недостаточно ее надменной душе. Ей хотелось управлять всем Новгородом. А так как это было невозможно при власти московского государя, то она начинала уверять всех новгородцев, что они напрасно считают себя подданными московских князей, что Новгород сам себе господин, что жители его вольные люди, что им нужен только покровитель и что этим покровителям надо выбрать не Иоанна, а Казимира, короля польского и князя литовского. Хитрая Марфа хотела в это время выйти замуж за какого-то литовского вельможу и вместе с ним от имени Казимира управлять своим отечеством. Однако вредные для России намерения этой чистолюбивой женщины не исполнились и хотя послы ее уже отправились к Казимиру, но великий князь вовремя пришел с войском к Новгороду и один из его лучших полководцев князь Холмский одержал на берегах реки Шелоне победу над мятежниками. Около 12 тысяч их было убито на месте, а остальные разбежались в разные стороны. Вступив в Новгород, Иоанн поступил с преступниками по всей строгости законов. Главные изменники, в том числе и старший сын Марфы, были казнены. С ней же Иоанн поступил со всей снисходительностью великодушного государя, оставив ее как слабую женщину без наказания. Прочие новгородцы внесли за свою вину 15 тысяч 500 рублей или около 80 пудов серебра, и благодаря милости Иоанна еще остались со своими прежними законами, со своими правами, с некоторой свободой. Великий князь оставил за собой только Верховный суд в тех случаях, когда его наместники будут в чем-либо не согласны с новгородскими судьями. Защищая свои владения то от хана Ахмата, то от польского, литовского короля Казимира, он еще не мог иметь столько сил и войска, чтобы полностью уничтожить новгородскую вольность и благоразумно отложил это трудное дело еще на некоторое время. В 1472 году с Иоанном произошло событие, которое заставило все европейское государство с любопытством посмотреть на неизвестную им и отдаленную Русь. Этим событием была свадьба великого князя и по правде сказать не столько жених, сколько невеста сделала эту свадьбу примечательной для Европы. Это и не удивительно. Тогда Россия была не та, что теперь. Сегодня русскую царицу называют царицей полсвета, а тогда ее супруг был лишь подданным татар еще. Это отдаляло принцев от родства с русскими князьями и заставляло наших государей жениться на княжнах удельных княжеств, а потом на своих подданных. Такая традиция сохранялась до времен Петра Великого. Но для Ивана Третьего, в судьбе которого с самых ранних лет было заметно какое-то необыкновенное величие, было предназначено и в этом случае нечто особое. Вскоре после кончины его первой супруги Тверской княжны Марии Борисовны папа Павел II предложил Иоанну через своего посла какого-то грека руку греческой царевны Софии дочери Фома Палеолога брата последнего императора при котором Греция была завоевана турецким султаном Магометом II. После разорения отечества несчастное семейство греческих царей жило в Риме где пользовалась всеобщим уважением и покровительством папы. Папа имел особую причину благодетельствовать этому знаменитому семейству. Боясь что жестокость и ужасная сила Магомеда II разорит и его владение он полагал что будущий супруг царевны Софии получу вместе с ее рукой право на Константинопольский престол захочет освободить Грецию от власти турок и тем избавит Италию от страшных соседей. Эта причина заставила папу искать жениха для царевны среди знаменитых европейских государей. Иоанн выбрал Иоанна самого близко грекам по закону вероятно польские литовские послы и греческое духовенство жившее после разорения империи в Риме рассказывали папе о том какая слава ожидает Россию благодаря великим достоинствам ее молодого государя. Иоанн обрадовался оказанной ему чести и вместе со своей матерью духовенством бояром и всем народом думал что знаменитая невеста последняя ветвь греческих императоров имевших одну и ту же веру с русскими послана ему самим богом. Прекрасный портрет где было изображено умное и привлекательное лицо молодой царевны еще больше увеличил радость Иоанна к папе. 17 января 1472 года послы были отправлены за невестой с большими почестями их приняли в Риме и 1 июня в церкви святого Петра царевна была обручена с государем Белой России которого представлял его главный посол. Папа дал за царевной богатое приданное и отправил с ней в Россию легато то есть своего посла которому было поручено охранять ее в дороге 24 июня она выехала со всем своим двором из Рима и 1 сентября приехала в Любик а потом на корабле в Ревель здесь ее богато угощали ливонские рыцари в Дерпе же ее встретил московский посол с поздравлениями от имени государя и всей России первая русская область в которую надо было въехать царевне была Псковская область о если бы вы знали дети как суматоха происходила тогда какая в этой области каждый только и думал о том как бы показать будущей государине свое усердие правители городов готовили для нее подарки столовые запасы мед вина вы знаете что наши предки были очень гостеприимны и любили угощать и потому не удивляйтесь что они прежде всего позаботились о вкусных кушаниях и напитках для царевны потом они украсили разноцветными флагами и лентами все свои суда лодки ведь им надо было встретить Софию и потом везти ее на судах по Чудскому озеру потому что тут начинались границы русских владений с восхищением дождались они наконец этой встречи и показались только усердия и любви что царевна была тронута до слез с удовольствием провела она пять дней в Пскове и уезжая ласково сказала жителям спешу к моему и вашему государю благодарю бояр и весь великий Псков за угощение и рада при всяком случае просить за вас в Москве Псковитяне прощаясь Софией поднесли ей в подарок пятьдесят а послу Иоаннову десять рублей деньгами с такой же радостью встречали царевну и во всех других областях наконец двенадцатого ноября рано утром она въехала в Москву митрополит ожидал ее в церкви получив его благословение она пошла к матери Иоанна и там в первый раз увиделась женихом в тот же день и была отпразднована свадьба так образовался во второй раз союз наших государей с греческими императорами верно читатели помнят греческую царевну Анну супругу Владимира Святого с того времени Иоанн принял и их герб двуглавого орла и соединил его на своей печати с московским гербом окончательное покорение Новгорода 1472 1478 годы Иоанн назначенный Богом воскресить Отечество наше к славе и счастью никогда не делал ничего не обдуманно и неосторожно он прежде долго рассуждал о том как лучше исполнить свое намерение приготовляя все нужное к его исполнению а потом уже приступал к делу так было и с покорением Новгорода чтоб собрать все силы для усмирения этой беспокойной области Иоанну надобно было не бояться нападений окружавших его врагов поляков литовцев татар судьба и проницательный ум доставили ему средства если не совсем избавиться от этих врагов то по крайней мере останавливать их дерзость вы помните читатели мои что со времен Василия Темного составилась у татар новая орда крымская или таврическая знаменитый основатель ее Азигирей умер оставив шестерых сыновей братья долго спорили о наследстве и престол крымский принадлежал то одному из них то другому примечательным из них и владевшим долей всех других Крымом был Менгригирей часто и ссора его с царем золотой орды Ахматом и с польским королем Казимиром внушили проницательному Иоанну мысль подружиться с новым государем уже страшным для соседей он не ошибся умный Менгригирей уважал Иоанна и охотно согласился заключить с ним союз против общих врагов это содружество было чрезвычайно полезным для России оно увеличивало силы ее и удерживало Казимира и Ахмата от нападений на владения наши имея такую верную защиту от татар и поляков осторожный Иоанн увидел наконец возможность навсегда усмирить непокорных новгородцев беспрестанными ссорами беспорядками своими они доказали как вредна им свобода во время этих ссор многие из старейших новгородцев называвшихся житыми людьми обижали младших граждан которые не видя справедливости в судьях и в наместнике государя московского решили наконец спросить его самого приехать к ним для разбора дел Иоанн поехал и его беспрестанный суд его справедливость его умные решения обратили к нему большую часть жителей Новгорода недовольными оставались только важные гордые бояре которые совершенным покорением родины своей под власть Москвы должны были лишиться многих и многих выгод Новгород после отъезда великого князя разделился на две стороны одна хотела видеть Иоанна полным властителем и государем своим соглашаясь не иметь у себя других судей кроме княжеских отдать ему двор Ярославов и не иметь вече собрания которого так часто оканчивались кровопролития другая же не хотела слышать об этом даже не называла великого князя государем своим а по прежнему обыкновению только господином и явно возмущала против него всех Бог знает чем бы кончился этот спор если бы новгородцы не узнали что Иоанн идет к столице их с многочисленным отборным войском с ним были все храбрые князья полководцы того времени и все братья его устрашенные мятежники испугались и отправили в стан Иоанна своего архиепископа Феофила и самых знаменитых вели мош для переговоров эти переговоры продолжались 23 ноября 1477 до 7 января 1478 года и окончились следующим объявлением от имени всех новгородцев соглашаемся не иметь ни веча ни посадника молим только чтобы государь утолил навеки гнев свой и простил нас искренно трудно было довести новгородцев до такого смирения но благоразумие и твердость Иоанна помогли сделать это 15 января все знатные граждане бояре житые люди купцы и весь народ присягали великому князю и бояре московские объявили всем им что государь забывает навеки вина с условием чтобы Новгород не изменял его ни делом ни мыслью так новгородцы 600 лет называющиеся людьми вольными покорились Иоанну Третьему при этом не произошло никакого кровопролития военные действия даже не начинались и великий князь приказал взять под стражу только нескольких главных мятежников в том числе и непокорную Марфу Борецкую отправляясь в Москву Иоанн ласково простился с новгородцами несколько раз угощал обедами архиепископа и знатных бояр принимал подарки от всего народа потому что не было человека который бы не желал показать государю чем-нибудь своего усердия одаривал и сам каждого 5 марта возвратился он в Москву и вслед за ним привезли туда вечевый колокол на звон которого сходились теперь не гордые граждане новгородские для шумных совещаний своих а мирные жители Москвы для благочестивой молитвы он повешен был на колокольне Успенского собора Россия освобожденная 1478 1480 годы у великой княгини Софии были уже три дочери она и супруг ее желали иметь сына и Бог исполнил ее желание в 1478 году у них родился сын Василий который станет потом наследником престола но ни эти семейные радости ни слава ни победы русских не могли доставить совершенного счастья ни великому князю ни супруге его обоих занимала одна мысль видеть Россию освобожденной от власти татар умная гордая София искусно подогревала в сердце супруга ненависть его к ханам как часто даже на веселых праздниках княжеских когда Иоанн восхищался величественным видом великой княгини богатством ее наряда красотой детей своих София спрашивала у него долго ли быть мне и детям моим подданными хана татарского Иоанн который беспрестанно и сам задавал себе этот вопрос радовался находя то же самое желание и в сердце супруги своей и еще усерднее старался исполнить его Случай к тому скоро представился Князья русские всегда должны были с особыми обрядами встречать послов татарских которые привозили с собой басму то есть изображение или болван хана Князья выходили на эту встречу пешком за город кланились послам и для слушания ханских грамот подстилали мех соболей под ноги чтецу и сами становились на колени на том месте где была эта встреча построили потом церковь которая теперь еще называется спасом на болвановке София зная достоинства супруга своего не могла перенести мысль что он будет преклонять колени перед болваном хана и уговорила его не ходить на встречу послов некоторые историки говорят что Иоанн не только исполнил желание ее но даже изломал басму бросил ее на землю растоптал ногами и сказал послу объяви это хану что сделалось его басмой то будет и с ним если он не оставит меня в покое отпустив с такими словами посла он не дал ему дани за которые тот приезжал из Орды такая смелость государя русского ужасно рассердила хана Ахмата хитрый король польский Казимир желавший всегда вредить России постарался воспользоваться этой ссорой и наговорил столько на Иоанна что царь татарский приказал войску своему готовиться к нападению на русские земли Казимир обещал быть его союзником В это трудное для России время крымский хан Менглигирей доказал свою верность и дружеское отношение к Иоанну Он напал на польские и литовские владения и тем помешал Казимиру исполнить свое обещание данное Ахмату Иоанн отправил других крымских царевичей братьев Менглигирея живших в России к сараю чтобы во время отсутствия хана разорить столицу его или по крайней мере напугать татар Между тем сам великий князь ободрял народ собирал войско приготовлялся к решительному сражению однако по обыкновенной осторожности своей не спешил он даже согласился бы на некоторое время помириться с ханом боясь для подданных своих неверности счастья но весь народ все войско и даже все духовенство русское нетерепеливо желали этой войны как будто предчувствуя что от нее зависит освобождение России и так она началась 8 октября 1480 года войска русская и татарская уже стояли одно против другого на берегу Угры река Угра течет в нынешней Калужской губернии в числе главных воевод русских был также и сын великого князя от первой супруги Юан две недели оба войска смотрели друг на друга ничего не предпринимая Ахмат поджидал литовцев о которых не было и слуху Юан высматривал где удобнее всего сражаться наконец выбрал для этого боровские поля и приказал своему войску отступить туда князья бояре и воины удивились и с досадой подумали что государь их боится сражения они не поняли осторожного Иоанна татары же поняли его еще менее вообразив что русские обманывают их и нарочно отступая заманивают приготовленные засады непостижимый ужас кошмарный овладел Ахматом и он поспешил уйти историки говорят что странно было смотреть на эту картину два войска бежали друг от друга тогда как никто не гнался за ними Ахмат вышел из России и дорогой разорил 12 городов бывших во владении литовцев за то что Казимир не пришел к нему на помощь никто не понимал отчего хан татарский так и неожиданно остановил русские оставил русские области но вскоре узнали причину он получил известие что в сарай пришли посланные Иоанном крымские царевичи с войском ему надо было оставить отечество наше чтобы защитить собственную землю но он не дошел до нее на берегах малого донца князь тюменских татар Иван услышав о богатой добыче Ахмата отнятой в городах литовских напал на него и убил спящего взял без сражения орду все семейство и все богатства его разорился рай развалины которого еще и теперь видны на берегах Ахтубы и прислал послов сказать великому князю что врага его уже нет на свете а он как потомок Чингисхана просит только дружбы государя русского так наконец бедное отечество наше освободилось от жестокой власти завоевателей новое состояние России от 1480 до 1498 года с того времени как Россия избавилась от власти жестоких татар как она опять стала независимым государством все в ней как будто переродилось получило другой вид имя Иоанна начало греметь еще больше и беспрестранные победы прославили его воинство это чувствовали и ливонские рыцари и литовцы казанцы ветчане и те из удельных князей которые оставались до сих пор независимыми и теперь должны были покориться самодержавной власти Иоанна и государи других стран смотрели уже совсем другими глазами на Россию и желали не только дружбы но и родства с ее владетелем первым кто показал это желание был государь молдавский Стефан IV он выдал свою дочь Елену в 1488 году за старшего сына русского государя Иоанна этот новый союз был почти так же полезен для великого князя как и для государя его дружба с крымским ханом Менглигереем всегда верным его защитником от Литвы вскоре после этой свадьбы в первый раз приехал в Москву послом от императора римского Фридриха II знатный рыцарь Николай Попель ему было поручено уверить Иоанна в дружбе императора просить его помощи если польский король вздумает завоевать Венгрию принадлежавшую в ту пору императору и обещал помочь Иоанну если поляки нападут на русские владения кроме того послу было велено предложить великому князю выдать его дочь княжную Елену или Феодосию за марк графа Баденского императорского племянника Иоанн принял этого посла со всем достоинством государя равного императору и когда Попель в конце своей аудиенции передал ему предложение Фридриха пожаловать его в короли Иоанн с благородной гордостью приказал своим боярам дать следующий ответ на такое предложение Государь наш великий князь наследовал державу русскую от бога и предков своих и ни от кого другого никогда не захочет быть жалованным на сватовство за дочь Иоанн отвечал что союз с марк графом недостаточно знаменит для русского государя брата древних греческих царей однако этот отказ был дан очень учтиво так что Попель выполнив все свои поручения выехал из Москвы без всякого неудовольства и вслед за ним Иоанн отправил послом к императору грека Траханиата также с изъявлениями дружеских чувств и богатыми подарками так Иоанн благодаря слуху о его достоинствах и славе нашел в римском императоре своего третьего защитника в борьбе против Польши и Литвы но скоро и сама Литва начала искать союза с ним в 1492 году умер Казимир старший сын его Альберт стал польским королем а младший Александр великим князем литовским Литва отделясь от Польши уже не имела столько сил как прежде и ее молодой государь слыша что со всех сторон собираются на него союзники Иоанна очень желал помириться с Россией ему казалось что самым лучшим средством для этого было стать зятем великого князя его послы Иоанна долго переезжали из Вильны в Москву и из Москвы в Вильну прежде чем русский государь решился отдать свою любимую дочь Елену за князя латинской веры наконец после многих переговоров он согласился но с условием чтобы Александр никогда не принуждал свою супругу к перемене греческого закона 6 января 1495 года в Москву за невестой приехало великое литовское посольство оно состояло из знатных князей панов Александра все они отличались великолепным нарядом множеством слуг богатыми уборами лошадей Иоанн еще раз подтвердил главным послам условия напомнить Александру о том чтобы дочь его ни в коем случае не меняла закона и чтобы у нее была своя придворная греческая церковь обнимая в последний раз Елену перед самым ее отъездом он вложил ее в руку следующую записку память великой княжине Елене церковь латинскую не ходить а ходить в греческую из любопытства можешь видеть первую или монастырь латвийский но только один или два если свекровь твоя будет вильне и прикажет тебе идти с собой в церковь то проводи ее до дверей и скажи ей учтиво что идешь в свою церковь так набожный Иоанн заботился о том чтобы его милая дочь не оставила своей православной отеческой церкви веры литовский народ радостно встречал молодую невесту ведь вы помните милые читатели что большая часть литовского государства состояла из русских областей отнятых у наших предков гедемионом и витовтом в них жили русские терпевшие много притеснений от литовцев вот эти то бедные наши соотечественники больше всех радовались встречая русскую княжину теперь они могли надеяться что будут кому попросить за них государя будет кому защитить от злых литовцев александр встретил елену со всем своим двором за три версты от вильны невеста и жених вместе въехали в столицу он верхом а она в богато украшенных санях великая княжна приехала прямо в греческую церковь и отслужила молебен здесь московские боярине по старинному обычаю расплели косу надели на голову кокошник с покрывалом осыпали ее хмелем и повели в церковь святого Станислава где было венчание и русские и литовцы долго веселились вместе на богатых пирах этой свадьбы но не получили от нее тех выгод как ожидали несогласия между Иоанном и его зятем почти не уменьшились а через четыре года стали еще сильнее Александр вздумал принуждать всех своих русских подданных греческого закона принимать латинскую веру знатные из них князья вельможи владевшие большими областями не желая оставить своей веры перешли в подданство к Иоанну со всеми принадлежащими им городами Иоанн считал долгом своим ступиться за своих яноверцев и послана им войско без труда овладела всей Литовской и Западной Руссией от нынешних Калужских и Тульских земель до Киевской так счастье везде было с Иоанном так осуществлял он все свои желания главнейшим из которых было дать новую жизнь России вы видите как счастливо это удалось ему никто не узнал бы во время правления Иоанна той России которая так униженно кланялась Батыю и Узбеку она была совсем другую два наследника престола от 1498 до 1505 года Иоанн счастливый почти во всем был несчастлив только в семействе свое от первой супруги был у него сын Иоанн которого для отличия от отца называли Иоанном молодым вы помните что он женился на молдавской княжне Елене этот молодой князь кроткий и ласковый ко всем через два года после своей свадьбы скончался у него остался маленький сын Дмитрий Иоанн был сильно огорчен этой жестокой потерей и никто не мог утешить его горести кроме милого внука малютки Дмитрия его любовь к этому ребенку стала так велика что великая княгиня София начала досадовать у ней были свои дети и нежной огорченной матери казалось что ее супруг меньше любит их с тех пор как родился Дмитрий она имела еще и другую причину досадовать на этого мальчика гордая греческая царевна думала что ее старший сын Василий имеет больше прав быть наследником отцовского престола нежели внук так думала не она одна но и многие из боя приближенных к ней между тем другие считали что по справедливости престол должен принадлежать Дмитрию сыну прежнего наследника мать его княгиня Елена такая же гордая чистолюбивая как и София старалась всеми силами поддержать это мнение таким образом двор разделился на две стороны и каждый боярин был или друг или враг той или иной княгини маленькие князья окруженные каждой своими сторонниками росли не любя друг друга и и еще Всегда занятый государственными делами, не мог обращать этого внимания на семейное несогласие и никогда не думал, что оно может стать важным до тех пор, пока Василию не исполнилось 20 лет. В это время ему вдруг доносят, что несколько молодых людей, друзей Василия, согласились отравить ядом Дмитрия, разграбить княжескую казну и объявить своим государем Василия. Гнев Иоанна был ужасен. Всех заговорщиков примерно наказали и приставили стражу даже к Василию, который, вероятно, не знал о намерениях своих безрассудных друзей, потому что всегда был почтителен к отцу. Софию же с этого времени государь не хотел видеть, подозревая, что она больше всех желала отравить Дмитрия и, чтобы наказать ее самым чувствительным для нее образом, объявил всему народу наследником престола своего внука и назначил день его коронования. Это было первое царское венчание, подробно описанное в нашей истории. Оно происходило 4 февраля 1498 года в Успенском соборе, куда государь сам привел молодого Дмитрия. Митрополит, пять епископов и все духовенство встретили их и отслужили молебен. Посреди церкви было сделано возвышение. На котором стояли три кресла. После молебна Иоанн и митрополит сели, а Дмитрий остался стоять на возвышении. Тогда великий князь сказал. Отец митрополит, предки наши, государи русские, давали великое княжество первым сынам своим. Я также благословил им своего старшего, Иоанна, но по воле Божьей его не стало. Благословляю теперь внука своего Дмитрия, его сына при себе и после себя великим княжеством Владимирским, Московским, Новгородским. И ты, отец мой, дай ему благословение. Митрополит встал, благословил Дмитрия крестом. Положил руку на его голову и громко молился, чтобы Бог принял нового государя под свое святое покровительство. После этой молитвы подали венец. Митрополит, читая полагающиеся для этого случая молитвы, передал царские утвари в руки Иоанна, который надел то и другое на внука. После этого пели многолетие обоим государям. И митрополит с епископами и всем двором поздравили деда и внука. После обедни повели Дмитрия в венце в Архангельский собор. Там по старинному обычаю его осыпали в дверях в знак богатства и изобилия золотыми и серебряными деньгами. В тот день был великолепный пир у государя. Вы, верно, догадываетесь, мои читатели, что на этом празднике довольней и счастливей всех была великая княгиня Елена. Она достигла в полной мере своего желания. Ее пятнадцатилетний сын уже государь России. И гордая София вместе с блестящей надеждой своей Василием окружена стражей и даже лишена радости видеть своего супруга. Но непродолжительно было счастье Елены. Уже в самый день коронования государя был не совсем весел. Заметно было, что он грустил о супруге, с которой был двадцать пять лет счастлив. О сыне, рождение которого всегда казалось ему особой милостью Бога, неспосланной на его молитвы. Приверженцы Дмитрия догадывались о таком расположении Иоанна и, боясь перемены, не смели слишком радоваться своему счастью. Прошел год, и эта страшная для них перемена произошла. Иоанн узнал, что доносы на Софию и Василия были несправедливы, и со всей строгостью осудил и казнил за это знатных вельмож друзей великой княгини Елены. Через шесть недель после этого суда Иоанн объявил Василия великим князем Новгорода и Пскова, а через три года государем-наследником Всероссийского престола. В тот же день было отдано приказание прислать к Дмитрию и его матери приставить стражу. Итак, этот несчастный молодой князь, кроткий и добрый, как отец его, невиновный в намерениях матери чистолюбивых, только для того с такой пышностью венчался на престол, чтобы еще живее чувствовать свое бедствие. Елена скончалась от горести и тоски через два года после своего заключения, но ее сын жил еще несколько лет и умер уже в княжении своего соперника – Василия. Это семейное горе оказало влияние на здоровье Иоанна, особо с того времени, как скончалась его супруга – княгиня София. Он заметно слабел, но все-таки не переставал неутомимо заниматься великими обязанностями государя. Напрасно его взять, литовский князь Александр, ставший после смерти брата Альберта польским королем и все еще не помирившийся с тестем, думал воспользоваться его болезнью и прислал в Москву послов требовать возвращения завоеванных Иоанном литовских городов. Иоанн, для которого слава России была даже дороже спокойствия милой дочери, страдавший от несогласия отца с супругом, не хотел слышать о требованиях и предложениях Александра и гордо сказал его послам – «Великий князь русский никому не отдает своего». Для истинного прочного мира Александр должен уступить мне и Смоленск, и Киев, также принадлежащие некогда России земли эти. После этого польский король удостоверился в невозможности помириться с Иоанном, так, как ему хотелось, и должен был исполнить желания великого князя. Таким образом, Иоанн до конца своей жизни заботился о счастье нашего Отечества и даже в день своей смерти отдавал приказания и говорил о государственных делах. Этим горестным для России днем было 27 октября 1505 года. «История» называла Иоанна великим. Обдумав все сделанное этим государем, мы должны согласиться, что такое название очень справедливо. Не одними победами он заслужил его, зная, что счастье народа заключается не в одной его славе. Иоанн гораздо больше думал о хорошем управлении своими подданными, чем о распространении своих владений. Он приказал собрать все законы, грамоты прежних князей, рассмотрел, исправил и издал их под названием «Уложения». Лучше устроил войско, завел городскую исправь или полицию, почту, почтовые дворы, где всем проезжим давали не только лошадей, но даже и пищу. Если на то был государев приказ, велел исправлять дороги, не терпел ни трезвости. Одним словом, Иоанн заботился о всех своих подданных. И за это самые отдаленные их потомки должны чувствовать вечную благодарность к этому великому государю, к этому незабвенному освободителю России от власти варваров, угнетавших ее 240 лет. Покорение Пскова и совершенное уничтожение уделов от 1505 до 1523 годов. Василий Иоаннович стал наследником своего знаменитого отца. Старался во всем подражать ему. И хотя не имел от природы великих способностей, но усердные старания никогда не остаются напрасны. История называет Василия Третьего достойным сыном Ивана Третьего. Его первым важным делом, о котором надо рассказать читателям, было покорение Пскова. Вы знаете, что в Пскове было такое же народное правление, как и в Новгороде. Псков назывался даже его братом. Прежде младшим, а потом за оказанные услуги Новгороду равны. Законы, вечи, посадники, одним словом, все учреждения псковитян были такие же, как и у новгородцев. Псковитяне только тем и отличались от своих братьев, что не были так горды, дерзки, своевольны. И за это дольше их наслаждались свободою. Иоанн Третий, хоть и посылал к ним своих наместников, но приказал управлять ими не иначе, как по их собственным законам. Итак, к досаде новгородцев во Пскове все еще раздавался звон вечевого колокола, и жители все еще сходились на свои шумные собрания. Но это было недолго. На одном из таких собраний земледельцы объявили, что не хотят платить гражданам дань. Их хотели вынудить к тому силой, и при этом все перессорились так, что наместник должен был обратиться к великому князю. Василий, видя явное доказательство того, какие несчастья терпит народ от излишней свободы, которой никогда не имел пользоваться, решился навсегда уничтожить ее во Пскове, как его отец уничтожил ее в Новгороде. Это было в январе 1510 года. Молодой государь, недовольным сковетянами, поехал разбирать их ссоры не во Псков, а в Новгород, куда к нему приехало многочисленное псковское посольство, состоявшее из 70 знатных бояр. Разбирательство закончилось тем, что всех их посадили под стражу и объявили, что великий князь, недовольный их дерзостью в отношении его наместника и несправедливостью против народа, требует, чтобы они уничтожили свое вече и приняли государевых наместников не только во Пскове, но и во всех своих городах. В таком случае он простит их и приедет к ним помолиться во Псков, в собор Святой Троицы. Псковские бояре, чувствуя свою вину и не имея достаточных сил, чтобы противиться великому князю, с горестью согласились исполнить его волю и писали во Псков, прося его народ сделать то же самое. Такая просьба привела Псков в ужасное уныние. Вольные люди, как называли себя псковитяне, узнав о согласии своих первых бояр, лишились всякой надежды сохранить свою свободу и на другой же день с неописаемой печалью, с горькими слезами сошлись в последний раз на звук своего колокола и объявили великокняжескому послу, что покоряются воле государя. Посол в тот же день отправился к великому князю, который вскоре потом приехал в Псков, учредил в нем совсем новый порядок, определил новых чиновников, принял присягу на верность всех жителей, заложил новую церковь во имя Святой Ксении, так как именно в день празднования памяти Святой Ксении была уничтожена вольность Пскова. Он отправил 300 семейств знатных псковитян в Москву и на их место велел перевезти туда столько же из других городов и, устроив все, уехал через месяц в столицу. Вскоре после его отъезда туда же повезли и колокол псковитян, которые, чувствуя пользу нового правления, уже меньше жалели о нем, нежели в ту минуту, когда спускали его с колокольни. В то же самое время, когда Василий занимался делами Пскова, против него собирались враги с двух сторон. Первые из них были литовцы, это всегдашние неприятели нашего Отечества, вторые – крымцы. Помня доброго Менглигерея, верного союзника Ивана Третьего, конечно, читатели удивятся, что подданные его вдруг вздумались ссориться с русскими. Но в этом виноваты также литовцы. Князя их Александра уже давно не было на свете. Наследником Литвы и Польши был его брат Сигизмунд, который еще больше, чем Александр, вредил России. Он-то и поссорил нас с Менглигереем, или, лучше сказать, с его молодыми и смелыми сыновьями, Ахматом и Бурнаш-Гереями, которые по своей воле управляли своим старым отцом. Он был уже так слаб и дряхал, что никто не узнавал в нем прежнего храброго, умного и благородного Менглигерея. Сигизмунд обещал им платить каждый год по 15 тысяч червонцев, если они нападут вместе с ним на наши области. Молодые царевичи именем отца своего согласились на это предложение и исполнили желание Сигизмунда, который, ненавидя русских, как и литовцев, имел еще другую причину сердиться на великого князя. Василий милостливо принял к себе одного из знаменитых вельмож литовских, изменившего своему королю князя Михаила Глинского с братьями и не только отказался выдать их к Сигизмунду, но даже дал им у себя целые города в поместье. Вот эти Глинские и особо Михаил много помогли великому князю в войне с Сигизмундом. Кроме того, что с ними выехало в Россию много панов и литовских дворян, они нанимали искусных воинов для Василия даже в Богемии, Германии, и с этой помощью великую война шла так счастливо для великого князя, что ему удалось даже возвратить свое владение Смоленск, бывший 110 лет под властью Литвы. Вы не можете представить себе, как обрадовались жители Смоленска тому, что присоединились опять к своему старинному отечеству. Хотя в течение ста лет они поневоле уже многое переняли у своих завоевателей, но все еще твердо помнили, что они русские и любили Россию, как милую мать, с которой литовцы их разлучили. Эта любовь не менее Михаила Глинского помогла Василию овладеть Смоленском. Михаил же показал такое усердие недаром. Он думал, что великий князь из благодарности к его заслугам сделает его владельным князем Смоленска. Но ошибся. Великий князь не любил Михаила и не согласился отдать ему этот город. Да и как можно было отдать? Если уж он изменил отечество, то Россия мог изменить еще скорее. Так и случилось. Обманувшись в своих ожиданиях, он тотчас опять перешел на сторону Сигизмунда и наделал бы много хлопот, если бы наши воеводы не поймали его. По приказанию Василия его сковали и отвезли в Москву. Между тем, в 1515 году умер Менгли Гирей. Сын и наследник его, Махмед Гирей, не имевший никаких достоинств отца, попеременно был союзником то русского, то литовского государя, смотря по тому, кто из них давал ему больше денег. Однажды Махмед, получив от Сигизмунда огромную сумму, ворвался со своими крымцами в Россию и едва было не напомнил ей времена Батыя и Тахтамыша. Наконец, вот что несколько усмирило крымского хана. Услышав, что в Москву приехал посол из Константинополя и привез великому князю ласковое письмо от знаменитого и страшного для всей Европы турецкого султана Салимана, Махмед Гирей испугался, испугался, что он ступится за русских и за некоторое время отложил свои нападения на наши области. Сигизмун также боялся своего соседа, опасного Салимана, и уже не споря о Смоленске, заключил с великим князем мир на пять лет. Пользуясь этим спокойствием, Василий Иванович спешил исполнить намерения своего великого отца и свое собственное, совершенно уничтожить уделы. Правда, их оставалось уже очень и очень немного. Главным было Рязанское княжество и другое, Северское. Молодой рязанский князь Иоанн I подал повод Василию исполнить это намерение. Он так подружился с дерзким крымским ханом Махмедом, что хотел жениться на его дочери и объявить себя полностью независимым от великого князя. Государь узнал об этом и посчитал своим долгом наказать замыслы, вредные для отечества. Рязань была взята в полное владение великого князя, а Иоанн посажен в темницу, откуда убежал в Литву и там скончался. Окончив без всякого кровопролития покорения Рязанского княжества, больше четырех лет бывшего отдельным и независимым, Василию еще легче было присоединить к своей короне Северское княжество. Его князем был Василий Шемякин, внук того Дмитрия Шемяки, которого вы верно помните, будучи смел, горд, непримирим, он напоминал с собой деда и сильно беспокоил великого князя. Несколько раз Василий подозревал его в дружбе с Литвой. И, наконец, в 1523 году открыл его переписку с Елизмуздом. Да, князь Шемякин был заключен в темницу, где и умер. Так навсегда кончились уделы в России, так соединились все части ее в одно целое, так это целое стало зависеть уже не от мелочных требований нескольких владителей, а от высокой, самодержавной и неизменной воли одного государя. Нравы и обычаи русских людей при Василии IV, 1523-1533 годы. Приятно знать не только о важных делах тех людей, которых мы любим, например, об их походах, победах, завоеваниях, но и о самых обыкновенных и о том, что делали они в домашнем кругу своем, как веселились, как показывали печаль свою, как угощали друзей. Мне бы хотелось знать даже, какое платье они носили, какие кушания подавались на обедах их, о чем разговаривали они во время этих обедов. О, я вижу, что и маленькие читатели мои точно так же любопытны, как и я. И им также хочется узнать все это. Очень рада, друзья мои, и постараюсь выбрать из истории самые занимательные для вас описания нравов и обычаев наших добрых предков. И как, кстати, мы остановились теперь на том самом времени, когда Василий IV, уже самодержавный государь России, усмирив внешних и внутренних врагов своих, Отечества нашего, праздновал в 1526 году вторую свадьбу свою. Для маленьких охотников до веселости и всех происшествий, не совсем обыкновенных, верно. Всего приятнее будет, если я начну рассказ мой несколькими словами о том великом веселье, какое было тогда на Руси. Но если вы думаете, милые читатели, что тогдашние свадебные праздники и угощения походили на нынешние, то очень ошибаетесь. Например, сказать ли вам, что разносили гостям на свадьбе Василия Ивановича вместо наших нынешних, затейливых, можно сказать, даже великолепных конфет, калачи, сыры, а вместо шампанского в наших прекрасных бокалах из граненного хрусталя подавали романею, рейское, но еще более мед и пиво в больших золотых и серебряных кубках или ковшах. Хотите ли знать, как одет был государь-жених? На нем был бархатный золотой кожух или тулуп, носовольем меху шуба русского соболя, крытая бархатом золотом. Полы этой шубы закинуты были назад за плечи. Пояс был кованый, золотой шапка из черных лисиц. Наряд невесты также вовсе не походил на то платье, какое она надевает у нас теперь. Русские девицы в старину не носили на голове никакого другого убора, кроме широкой повязки. В такой повязке вверх головы оставался открытым, а волосы заплетались в косу, которая спускалась по спине. К концу косы старинной княжны, бояришней или простой девушке привязывался косник или треугольник из картузной бумаги, который обвивался шелковой материей, а у богатых украшался жемчугом и дорогими каменьями. Косу старались плести так широко, чтобы она закрывала всю шею от самых ушей и постепенно суживалась до косника. У невест косы были распущены, и в церкви после венчания им заплетали две косы, надевали кокошник и покрывали фотою. Платье, которое называлось фириазию или сарафаном, спереди доподало, а также рукава аршина в три и стоячий воротник, пальцев три унизывались крупным жемчугом. Вот так богато одета была невеста Василия IV Елена, молодая княжна Глинская, племянница того Михаила Глинского, который прослыл в истории изменником сперва своему природному государю, потом русскому. Вы помните, милые дети, что за эту последнюю измену он посажен был в темницу и получил окончательное прощение, только когда великий князь сделался супругом его племянницы. Имея теперь некоторое понятие о праздниках и о одежде предков наших, мы поговорим о других обыкновениях их. Все они и знатные бояре, и бедные дворяне, казалось, были спесивы. К боярам никто не смел въезжать на двор, надобно было остановлять лошадей у ворот. Дворяне стыдились ходить пешком и мало знакомились с мещанами. Романеи называлось Бургундское, да? Знаем. Но вот гость, входя в комнату, прежде всего молился образам и потом уже подходил к хозяину, целовался с ним и говорил «Дай Бог тебе здоровья». Тут начинались взаимные поклоны, после которых гость и хозяин садились и разговаривали. Когда гость уходил, хозяин провожал его до крыльца, а иногда и до самых ворот. Молодые женщины почти всегда сидели дома, даже в церковь редко ходили. Главное рукоделие их было прясть и шить. Главная забава – качаться на качелях. С иностранцами предки наши были гораздо горделивее нас. Даже послы их жаловались на ту важность, с которой их принимали в России. Когда иностранный посол объявлял о себе в первом русском городе наместнику-государеву, то ему задавали множество вопросов. Из какой земли? От кого едет? Знатный ли человек? Бывал ли прежде в России? Говорит ли нашим языком? Заметьте этот последний вопрос, милые дети. Он доказывает, что предки наши только по необходимости говорили чужим языком и всегда предпочитали свой собственный всякому другому. Да и как не любить его? Он нам родной. Самые нежные слова делаются еще нежнее на родном языке. Когда русский мальчик или русская девочка, обвив белыми ручками своими шею маменьки, скажет, Милая маменька, мне кажется, что и сердце малютки добрее, и ласки искреннее, и даже самый голос гораздо приятнее, нежели когда он выговаривает иностранное. Маман. Прислушайтесь сами к этим различным звукам, милые друзья мои, и вы верно согласитесь со мною. Любите же родной язык ваш и всегда защищайте его, когда кто-нибудь вздумает осуждать его при вас. Если уже подданные Василия IV, почти не имея никаких писателей, находили его прекрасным, то как же нам не отдать ему справедливости? Нам, уже имеющим возможность восхищаться Державиным, Карамзиным, Пушкиным, Крыловым, Жуковским. Может быть, вы мало прочли еще из того, что написали эти прекрасные поэты. Но басни Крылова. Кто из маленьких моих читателей не знает их? Кто не удивляется в них умным разговором львов, слонов, орлов, нежности голубков, хитростям лисиц, злым делам волков, добродушию барашков и овец? Все эти басни писаны таким чистым, таким легким русским языком, что они одни могут доставить ему названное прекрасное чувство. Не подумайте, однако, что предки наши, любя все отечественное, обходились дурно с иностранцами. Нет, нет, и еще раз нет, они всегда уважали самых добрых и умных из них, старались перенимать у них все полезное, все знания. И государи наши даже приглашали многих художников, ремесленников переселиться в Москву. Таким образом, у нас были и тогда уже иностранные зодчие или архитекторы, денежники, слесари и даже живописцы, которые писали портреты. Все они жили весело и богато в нашей гостеприимной Москве и обучали русских тому, что знали сами. Однако, надо признаться, что не все иностранцы приносили пользу отечеству нашему, иные вредили ему и не всегда были благодарны России, в которой почти всегда обогащались. Возвращаясь к описанию нравов предков наших, скажем, что главной чертой их характера была набоженность, усердие к вере и привязанность к монашеству. Почти все они желали умереть в ангельском образе. Так называли они пострижение и принятие схемы. И те, которые не успевали постричься за несколько лет до смерти, старались сделать это, по крайней мере, за несколько часов. Это случилось и при кончении великого князя Василия IV, жизнь которого неожиданно прекратилась на 54-м году. Он почти никогда не чувствовал никаких болезней, любил деятельность, движение, был всегда весел, счастлив, особо со времени рождения сына своего, будущего грозного государя России, Ивана IV. В 1533 году, 25 сентября, великий князь праздновал День Святого Сергия в Троицкой лавре вместе с супругой своей детьми. В то же время он благодарил Бога за избавление от неприятелей крымских татар, совершавших опять набег на наши владения. В тот же день великий князь ездил на охоту и за ним мог такой болезнью, которая сначала совсем не казалась опасной. У него сделался нарыв на левой ноге. Но этот нарыв так разболелся, что через два месяца окончился смертью. 21 ноября въехал он в Москву в санях на постели скрытно, чтобы не встревожить народ, горячо любивший его. Когда внесли его в Кремлевский дворец, он тотчас же созвал бояр и приказал им писать духовную, в которой объявил трехлетнего сына своего Иоанна наследником государства под опекой матери и бояр до пятнадцатилетнего возраста, назначил удел меньшему сыну Юрию, просил братьев своих Юрия и Андрея не забыть обещание их верно служить племяннику, устроил многие дела государственные и церковные, одним словом, не забыл ничего, что касалось спокойствия его подданных и Отечества. Исполнив эти обязанности, государя он послал за супругой детьми. Малютку Иоанна принес на руках брат матери его, князь Иван Глинский. Умирающий отец благословил его крестом святого Петра Митрополита. Дитя не плакало, оно не понимало еще, кого лишалось, но зато нельзя было видеть без слез отчаяния великую княгиню. Ее вынесли на руках испальни государя. Расставшись с супругой, Василий Иванович уже ни о чем более и не думал, как о Боге и о душе своей. Он тотчас сказал духовнику своему, Алексею, не похороните меня в белой одежде, я не останусь в миру, если и выздоровлю. Это значило, постригите меня в монахи. Алексей, митрополит Даниил и все бывшие тут духовенства радовались такому желанию государя. Но князья, братья Василия и некоторые из вельмож противились этому. Они говорили, что ни святой Владимир, Дмитрий Донской, не были монахами, но верно заслужили вечное блаженство. Долго они спорили, шумели, между тем взоры великого князя темнели. Язык едва произносил шепотом молитвы, рука не могла сделать креста. Заметив это, огорченные князья забыли спор свой, и митрополит, пользуясь их безмолвною печалью, сам постриг государя, названного в монашестве Варлаамом. Едва успел он кончить этот обряд и положить Евангелие на грудь умирающего, Василий скончался. Все зарыдали, И этот плач семейства и первых вельмож государевых в ту же минуту перешел на Дворцовые улицы, где толпился огорченный народ. И тотчас распространился до Красной площади. Василия называли добрым, ласковым государем. И потому неудивительно, что смерть его была так горестна для всех. Во все двадцатилетнее княжение свое он судил и рядил землю, то есть занимался делами государственными всякое утро до самого обеда, любил сельскую жизнь и почти всегда проводил лето не в Москве, а в окрестностях ее. Часто ездил на охоту в Можайск, Волоколамск, но и там даже, не любя терять времени напрасно или на одни веселости, занимался делами и иногда принимал послов. Он первый начал ездить на охоту с собаками. Прежде русские считали этих животных нечистыми и не любили их. Василий IV прибавил ко двору своему новых чиновников. Оружничего, у которого хранилось оружие, ловчих, заведующих охотой, крайчего, подававшего при столе питье государю, и ринд. Крайчий значил то же, что теперь обершенг, а ринды были оруженосцы или родпожей. На эту должность отбирали молодых людей, красивых лицом, стройных станом и знатных фамилий. Они носили белое атласное платье, держали в руках маленькое серебряное топорики и всегда шли впереди великого князя. Иногда он выходил к народу. Василий любил пышность, когда она была нужна и особо показывал ее во время приема иностранных послов, чтобы они видели богатство и славу государства его. В тот день, когда они представлялись, приказано было запирать все лавки и останавливать все дела и работы. Чиновники выходили навстречу послам, купцы и мещане, ничем не занятые, спешили толпами к Кремлевскому дворцу. Войско, которое уже со времени Иоанна Третьего не распускалось по домам, как прежде стояло в ружье. В приемной комнате все было тихо. Государь сидел на троне, подле него, на стене висел образ, бояре сидели на скамьях, в платье, вышитом жемчугом и в высоких шапках из дорогих мехов. Одним словом, все было важно, величественно, пышно. Все показывало знаменитость государства, значимость, самодержавную власть, богатство этого народа и беспредельную преданность его своему повелителю. Более всего удивляло послов эта преданность. Пламенное усердие русских к доброму государю, отцу их, казалось так непонятно для хладнокровных сердец иностранных гостей, что один из посланников, барон Гершптейн, рассказывал об этой преданности, как о чуде своем соотечественникам. Послушайте, что он говорил, русские уверены, говорил он, что великий князь есть исполнитель воли небесной, обыкновенные слова их, так угодно богу и государю, это знает бог и государь. Усердие этих людей невероятно. Я видел одного из знатных чиновников, бывших послом в Испании, седого старика, который, встретив нас при въезде в Москву, скакал верхом, суетился, бегал, как молодой человек, под градом лился его лица. Когда я изъявил ему свое удивление, он громко сказал, ах, господин барон, мы служим государю не по-вашему. Нет. Не правда ли, милые читатели, вам очень понравился этот прекрасный ответ? Не правда ли, что барон, побывая он в нашем Петербурге, мог бы сказать точно тоже о нас, русских, что он сказал о русских 16 века? Да? Правильно же? Правительница Елена и князь Телепнев 1533-1538 года. Никогда Россия не была в таком ненадежном состоянии, как после смерти Василия IV. Государем ее был трехлетний ребенок, опекунша его и правительницей государства молодая княгиня из семейства Глинских, памятных изменами и непостоянством. Правда, в духовной покойного великого князя ей приказано было управлять государством не одной, а с думой боярской, то есть государственным советом, состоявшим из братьев Василия Иоанновича и 20 знаменитых бояр. Но так приказано было, однако так не исполнялось. Главным боярином в думе, несмотря на многих старых и почтенных князей, был молодой князь Иван Федорович Терепнев Оболенский, имевший знатный чин конюшево боярина. Его одного слушалось правительница, ему одному позволяло делать все, что он находил нужным для государства. Такую милость и доверенность Терепнев заслужил неотличными достоинствами, нелюбовью к отечеству, непреданностью государю, но красивой наружностью своей, привлекательным обращением и искусными ласкательствами и похвалами красоте, уму и сердцу молодой княгини. Он умел говорить так приятно, так убедительно, что Елена, слушая его, верила всем словам и в самом деле считала себя прекраснее, умнее и добрее всех государин на свете. «Мы обыкновенно любим тех, кто нас хвалит или в легкомыслии своем не рассуждаем, что истинные друзья никогда не будут хвалить нас с пристрастием и что это делают только те люди, которые имеют какую-нибудь нужду в нас». Так было и с великой княгиней. Она не думала, что хитрый телепнев хвалил ее и угождал всем ее желаниям для собственных выгод. Ему надобно было нравиться ей, чтобы через нее иметь власть над всеми. Желание его исполнилось и эта власть была так велика, что даже родной дядя Елены князь Михаил Глинский был посажен в темницу и вскоре умерщвлен в ней, зато только что осмелился сказать племяннице, как она дурно исполняет обязанности правительницы и матери государя. После такой жестокости Елены с ближайшим родственником своим вы можете судить, что было с другими советниками Думы. Они не смели рассуждать сами ни о чем, но должны были только исполнять то, чего желала правительница. А она не имела других желаний, кроме тех, какие приходили в голову молодого князя Терепнёва. Так с самого начала их общего правления ему показался опасным старший дядя маленького государя князь Юрий Иванович. И по приказанию Елены бедный князь был посажен в темницу и через некоторое время умер в ней от голода. Так потом избалованный любимец начал бояться замыслов меньшего брата его князя Андрея Ивановича и успел погубить и последнего дядю государева. Супруги и сыну этого несчастного князя представили стражу, а бояр и всех верных слуг его мучили и умерщвляли безо всякой пощады. Детей же боярских числом около тридцати, которые вздумали было защищать Андрея, повесили как изменников на дороге Новгородской. Бог знает, до чего дошли бы ужасы правления Лены, если бы оно было продолжить дольше. Но через четыре года она вдруг совсем неожиданно скончалась в совершенном здоровье и еще цветущей молодости. Многие прозревали, что она умерла не своей смертью. Такое подозрение было неудивительно. судя по жестокостям обыкновенным в то время. Но не чувствуя никакой любви к Елене, ни бояре, ни народ, не отыскивали злодеев, совершивших это преступление и даже не показали никакой печали при погребении этой слабой и несчастной государыни. Только маленький великий князь и Телепнев неутешно плакали. Первый лишался матери, последний предчувствовал, что все счастье его безвозвратно исчезнет жизнью Елены. Детство и первая молодость Иоанна 4 1538-1546 годы. Из всех людей, которых вы знаете, милые дети, никто не любит вас так нежно, как ваши родители. С какой заботливостью стараются они сделать вас добрыми, умными, любезными. Как веселят их малейшие успехи ваши, как огорчают недостатки. Ничем нельзя более обрадовать их, как сказав, какие добрые дети у вас, как они хорошо занимаются учением своим, как хорошо ведут себя во всем. Вы очень, очень счастливы. Слушая это, все родители чувствуют себя точно счастливыми и вознагражденными за все те бесчисленные попечения, заботы, каких стоит для них воспитание детей. Эти попечения и заботы в самом деле бесчисленны. Вспомните все то, что они делают для вас каждый день. И вы сами поймете, что чужой человек никогда не догадается и даже никогда не захочет сделать так много. Стало быть, потерять родителей есть такое несчастье для ребенка, которое не может сравниться ни с каким другим. Почти никогда или очень редко встретит он людей, которые бы могли в полной мере заменить его потерю. Иоанн 4 даже и на троне не нашел таких. О, как вы пожалеете об этом маленьком государе, когда узнаете, что было с ним после смерти матери. Правление осталось тогда в руках думы боярской, или, лучше сказать, в руках тех бояр, которые, будучи смелее других, присвоили себе власть над всеми. Это были князья шуйские, потомки суздальских князей, всегда ненавидевшие великих князей за уничтожение уделов. Главным из них был князь Василий Васильевич. Склонив на свою сторону разными средствами многих бояр, чиновников, он объявил себя в самый день кончины Елены главным в правлении и через неделю велел схватить князя Терепнева и сестру его, бояриню, Агриппину, которая была любимой надзирательницей при при маленьком Иоанне. Ни просьбы, ни слезы бедного малютки государя не спасли любимцев его первого. Шуйский уморил голодом в темнице, вторую сослал в небольшой город Каргополь и велел постричь в монахини, чтобы еще надежнее утвердить власть свою. Он постарался сделаться родственником государя и женился на двоюродной сестре его. Но, несмотря на все это, Бог не допустил его долго управлять Россией. Через несколько месяцев он занемог и умер, оставив всю власть в руках родного брата своего князя Ивана Васильевича Шуйского. Бедное отечество наше терпело еще более при этом новом правителе. Он не имел никаких хороших качеств и был зол, горд, дерзок, не только с боярами, но даже с самим государем, который и в детском возрасте должен быть для подданных предметам священного уважения. Обращение Шуйского совсем не показывало того. Во всех поступках его приметно было, что он считал себя гораздо важнее маленького Иоанна. Кроме того, он был так жаден, что брал из великокняжеской казны множество золота. Приказывал делать из него разную посуду для себя и вырезать на ней имена своих предков. Все важные должности и выгодные места он раздавал родственникам и друзьям своим, которые без милосердия разоряли веренные им области. При таком нраве и при таких распоряжениях главного вельможи и правителя государства читатели могут представить себе, каково было воспитание Иоанна. Ни он, ни помощники его, три других шуйских Иоанна и Андрей и Федор Иванович Скопин Шуйский совсем не думали, что счастье всего народа зависит от качества сердца и ума его государа. Напротив, они рассуждали, что всего выгоднее для них было бы, если бы Иоанн и в совершенном возрасте не входил ни в какие дела и предоставил им управлять государством и для того решились воспитать его так, чтобы он не любил никаких занятий и думал об одних только забавах и удовольствиях. К тому же, исполняя все детские желания великого князя, они надеялись, что он никому не будет так привязан, как к шуйским. Итак, эти гордые самолюбивые жестокие бояре, думавшие только о себе, а не о своем бедном отечестве, каждый день забавляли маленького государя то новыми играми во дворце, то разного рода охотою в поле. Охота, во время которой люди с таким весельем убивают невинных животных, располагает в сердцах жестокости, и дети, так легко воспринимающие все впечатления и не имеющие еще раз сутка взрослых людей, чтобы предохранить себя от дурных, никогда не должны видеть охоту, а не только сами участвовать в ней. Бедный малютка Иоанн, глядя почти каждый день на травлю диких животных, невольно привык к такой жестокости, что уже для него сделалось удовольствием мучить и домашних. Часто, сидя на высоком крыльце кремлевского дворца, бросал он оттуда на землю комнатных собачек, кошек, кроликов, белок, и когда несчастные въезжали самым жалобным голосом от ушибов, а другие совсем умирали, жестокий ребенок весело смеялся, радовался их мучениям, и безрадостные бояре говорили «Пусть державный веселится, пускай!» С таким воспитанием вовсе не удивительно, что жестокость Иоанна постепенно увеличивалась, и через несколько лет ему захотелось уже мучить и людей. Для этой забавы он держал медведей, и часто, когда добрый народ сходился на площадь дворцовую, поглядеть на свое красное солнышко, надежа государя, этот государь приказывал выпускать двух или трех медведей, которые бросались на всех, кто не успевал убежать от них. Так, царственное дитя, одаренное от природы редким умом и великими способностями, проводило драгоценное время свое во все правление шуйских, которые старались отдалять от них всех умных от него, добродетельных, усердных бояр. Они употребляли к тому всевозможные средства, и многие были сосланы, заключены в темнице, даже лишены жизни. В числе таких жертв властолюбие шуйских знаменитие, добрее и несчастнее всех был князь Иван Федорович Бельский, родственник государя. По уму и добродетелям он один мог быть достойным воспитателем Иоанна и правителем государства. Шуйские заметили это и несчастный князь, несмотря на высокое место, занимаемое им в думе боярской, несмотря на пользу, какую принесли России советы его во время бывшего в 1541 году нашествия на нашей области хана Крымского и царя Казанского, несмотря на близкое родство его с великим князем, был посажен в темницу и вскоре умершлен в ней без ведома Иоанна по одному приказанию шуйских. Такое ужасное состояние двора и всего народа продолжалось до 13-летнего возраста государя. В это время два дяди его, князья Глинские, Юрий и Михаил Васильевичи, ненавидевшие шуйских, начали говорить племяннику, что уже пора ему отнять власть у жестоких бояр, что пора ему объявить себя настоящим государем и, избавив народ от неслыханных притеснений, наказать главных тиранов. Иоанн, никогда не любивший шуйских за их дерзкое обращение с ним и за то, что они всегда нападали на любимцев его, охотно выслушал совет дяди. Ничего никому не сказывая, он вдруг 29 декабря 1543 года созвал к себе бояр и объявил им, что, видя, как бессовестно многие из них, пользуясь его молодостью, грабят и убивают его подданных, он решился наказать виновных и прежде всех князей шуйских. Бояре были чрезвычайно удивлены смелостью маленького князя, до сих пор думавшего об одних забавах и прежде нежели успели опомниться, главный из шуйских уже был выведен на улицу и отдан на волю псарей, которые, в свою очередь, отдали его зверям на растерзание. Все молчали, и никто из родственников и друзей несчастного не смел показать ни малейшего неудовольствия. Так грозен был вид тринадцатилетнего государя, и так искусно новые правители и князья Глинские устроили план свой. В тот же день всех шуйских и приверженцев их заключили в темнице или сослали в отдаленные места. Народ радовался падению притеснителей своих, воображая, что теперь все будут спокойны и счастливы. Но как жестоко обманул он и обманулся. Враги его не исчезли, но только переменили имя. Вместо шуйских сделались Глинские, а государь, входя в возраст, не любил ни в чем противоречий и, с малолетства, приученный к жестокости, не имел никакого понятия о сострадании и не жалел никого. Беспрестранно говорили то о гневе великого князя на одного из бояр, то о новом наказании другого, то о ссылке третьего. Так, одному придворному чиновнику за несколько дерзких слов отрезали язык. Так, пятидесяти новгородцам отрубили голови за то только, что они осмелились пожаловаться Иоанну на притеснения, какие делали им бояре, любимцы его. Одним словом, несколько лет первой молодости Иоанна четвертого предвещали столько жестокостей и столько бедствий для его подданных, что только одна беспредельная привязанность русских к государю своему помогла им перенести страдания их, не смея роптать на того, кто назначен был Богом управлять ими. Они усердно просили Господа умилостливить сердце его и послать ему умных и добрых советников, которые им помогли и говорили бы о нуждах народа, а не о забавах и весельях упреждали его. Уже четыре года русские молились о том, Иоанну наконец исполнилось семнадцать лет. Чудесная перемена 1547 год Было утро 16 января 1547 года. Яркие лучи солнца хотя мало грели, но зато осыпали алмазными искрами белый снег, покрывавший улицы Московские. По этим улицам, не широким и великолепным, как те, которые окружают теперь Кремль, а узким, застроенным бревенчатыми домами, толпился народ в праздничном наряде, ехали бояре в санях, шло войско, хотя не похожее видом и одеждой на наше нынешнее, стройное и прекрасное, но столь же храброе, столь же усердное к Отечеству, столь же верное государю. Все эти люди были веселы, на всех лицах написано было какое-то приятное ожидание. Как вы думаете, милые читатели, куда все шли и какой праздник был тогда в Москве? О, был праздник большой, торжественный, драгоценный для народа русского во все времена его истории. Было коронование или венчание на царство государя. Иоанн, вскоре после того, как ему исполнилось семнадцать лет, объявил митрополиту и вельможам, что он намерен короноваться. Известие о таком намерении обрадовало весь народ. Все надеялись, что священная минута, в которой Иоанн в церкви перед престолом Божиим примет на себя вместе с царским венцом святые обязанности государя, будет иметь счастливое воздействие на сердце его, что он почувствует все ужасы дурного правления и сделается другим человеком. Так думали добрые предки наши. И усердные молитвы их, несколько лет возносимые к Богу об исправлении Иоанна, давали им право надеяться на такое чудо. Вот отчего они так весело спешили в Кремль, к Успенскому собору, где уже все было готово в таком же порядке, как при крановании несчастного Дмитрия Иоанновича, которого читатели мои верно не забыли. Иоанн так же, как и тот молодой князь, торжественно шел из дворца в собор в сопровождении брата, дяди и всего двора. Так же сидел с митрополитом на возвышении, покрытом золотою парочою. Так же венчался тою царской короною, присланной из Греции, которую, как говорят нам летописи, Владимир Мономах отдал сыну своему Георгию. Судьба, украсив ее на одну минуту Дмитрия, не дала ему счастья носить ее. Итак, первый государь русский, удостоивавшийся венчания был Иоанн Четвертый. С той минуты, как этот драгоценный знак достоинства царей возложен был на молодого государя, он уже сделался не только великим князем, как все предки его, но и царем России. Мысль об этом высоком звании, о важности обязанности его, о присутствии Бога, принимающего обещание царей любить подданных, как детей своих. Все это вместе подействовало так сильно на пылкую душу Иоанна, что, выходя из церкви, он истинно желал сделать счастливыми всех своих подданных. Народ, восхищенный величественным видом первого царя своего, ласковыми взорами его, надеждой на будущее счастье, с восторгом бросился к царскому месту и оборвал с него всю золотую парчу. Каждому хотелось иметь хоть маленький лоскуток в память этого дня. Между тем, еще за несколько недель до коронования знатные чиновники придворные посланы были во все области русские с указаниями государя о том, чтобы бояре и дворяне, имевшие дочери и девиц, везли ко двору самых прекрасных из них. «Вы верно удивляетесь, друзья мои, зачем нужно было при дворе такое собрание красавиц? А вот зачем многие из старинных государей наших не хотели жениться на принцессах иностранных и, надеясь прожить счастливее со своей соотечественницей, выбирали невест из своих подданных. Для этого привозили из всех мест России молодых девиц, прекрасных собою, дочерей бояр, дворян, знатных и незнатных, богатых и бедных, и государь выбирал из них ту, которая более всех ему нравилась. Но ни при одном из таких случаев не собиралось в Москве столько прекрасных, милых, добрых девушек, как в январе 1547. когда Иоанн вскоре после коронования хотел праздновать и свадьбу свою. С каждой из них приезжали родители, а часто и родственники, и поэтому вы верно воображаете, что в Москве было в это время очень шумно и весело. Но как же вы ошибаетесь. Все эти девицы, или как тогда называли их боярышни, не пользовались почти ни одним из тех невинных удовольствий, какие имеют теперь наши русские барышни. Все они проводили время в теремах родительских, отделенных от той части дома, где отец или братья принимали гостей своих. Почти никогда не выходили они за порог своих комнат, и к тому же их не учили никаким приятным искусством, которыми они могли бы развлечь скуку свою. Они не только не умели рисовать или играть на каком-либо инструменте, но даже не имели понятия о простом чтении и письме, в которых у нас теперь иные пятилетние девочки бывают искусны. Красавицам, привезенным ко двору молодого царя Иоанна Васильевича, и в Москве не было веселее, тем более, что слухи о строгом, сердитом и даже жестоком нраве жениха так пугали бедняжек, что и самые чисто любивые не очень желали быть избранными. Другие же, более скромные, даже боялись этого выбора и едва поднимали прекрасные глаза свои, когда молодой государь смотрел на них. Но как обыкновенно скромность нравится более всего в девице, то Иоанн выбрал из всех красавиц самую скромную и оттого самую прелестную Анастасию, дочь небогатой вдовы Захарьиной. Покойный отец невесты Роман Юрьевич был окольничем, а дедушка боярином приоанне третьем. Предки их происходили от одного прусского князя, выехавшего в Россию с двумя сыновьями и крестившегося в греческую веру в 1287 году. Не забудьте этого Романа Юрьевича «Милые дети», от него произойдет впоследствии поколение Романовых, царствующего дома России. Итак, Анастасия была дочерью знаменитого родоначальника царей наших. Все историки того времени с восторгом говорят о прекрасных качествах души и сердца этой первой царицы русской. Благочестие, ум, чувствительность, неизъяснимая кроткость, все соединялось в прелестной супруге Иоанна Васильевича. Глядя на ее милое, привлекательное лицо, на ее небесные взоры, можно было подумать, что молитвы доброго народа услышаны, и прекрасный ангел рая послан на землю превратить грубое, суровое сердце Иоанна внежное и сострадательное. Жестокости Иоанна в самом деле уменьшились после женитьбы его, а через несколько месяцев и совсем кончились. Эта счастливая перемена была так удивительна, что читатели мои верно будут довольны, если я расскажу им, как она сделалась. Иоанн и после коронования своего мало думал о царских обязанностях и, не любя заниматься делами, предоставляла все на волю глинских родственников и любимцев своих, которые, не заботясь о пользе народа, думали только о своей собственной и бессовестно притесняли всех, кто хотя в безделице противоречил им. Так что народ возненавидел не только их, но даже всех их друзей и знакомых. Случай показать эту ненависть вскоре представился. В Москве, состоявшей почти из одних деревянных домов, выстроенных безо всякого порядка и очень близко один к другому, часто бывали пожары. Они были ужасны в то время, когда еще не знали никаких пожарных снарядов. 1547 год был особо несчастлив такими случаями. В два месяца произошли три страшных пожара. Все горело. И царские дворцы, боярские палаты, монастыри, церкви, люди, теряя не только имение, но и даже и родных, или раздавленных, или сгоревших, выли, как дикие звери. Сказано в истории, и в этом горестном положении никто не утешал их. Иоанн и все первые вельможи уехали в село Воробьево, недалеко от Москвы, и, будучи сами в безопасности, не думали о бедных жителей столицы. Недовольные решили воспользоваться этим случаем. Главные неприятели были Глинские, и на них-то обратилась вся ненависть народа. Хитрецы, подстрекавшие простолюдинов, выдумали глупую сказку, будто бы мать Глинских, княгиня Анна вынимала сердца у мертвых, клала в воду, крапила ею все улицы, и оттого сделался пожар. Бояре и другие умные люди не верили такому вздору, но нарочно молчали, потому что и сами не любили Глинских и хотели, чтобы легкомысленный народ поверил и избавил всех от общих притеснителей. Так и случилось. Когда сказка разнеслась по городу, все встревожились и шумом собрались на Кремлевской площади, требуя от бояр, чтобы им выдали всех Глинских. Один из них, князь Юрий, стоя тут же с боярами, услышал этот крик и хотел спрятаться в Успенской церкви, но не успел. Народ ворвался в церковь вслед за ним и в безумной ярости своей совершил неслыханное злодейство. Убил в храме Божием дядю государя. После этого страшный бунт, грабительство и убийство распространилось по всему городу. В эти ужасные минуты, когда и сам грозный, бесстрашный Иоанн встревожился воробьевом дворце своем и не знал, что делать, в царскую комнату его вошел какой-то простой священник. Лицо его было сурово, взоро строги. Держа в руках священное писание, он подошел без всякого страха к Иоанну и пророческим голосом сказал, что Бог наказывает Москву за вины государя, не исполняющего своих обязанностей. Святая книга была раскрыта на том самом месте, где описывались эти обязанности. Он дал прочесть их молодому царю. И все переменилось в Иоанне. В эту священную минуту исправления своего он почувствовал в полной мере все проступки свои, всю несправедливость, всю беспечность своего народа, счастье которого зависело от него одного. Горькие слезы полились из глаз его. Жаром благодарил он добродетеленного священника и не захотел расстаться с ним, чтобы иметь всегда рядом с собою советника, наставника в трудном деле правления государством. С того же дня священник, родина которого была Новгород, а имя Сильвестр остался во дворце и все пошло иначе. У Иоанна был еще один любимец, прекрасный молодой человек Алексей Федорович Адашев, которого современники называли земным ангелом. Так он был добр, умен, благороден. Вот эти два человека со дня исправления молодого государя сделались почти единственными советниками его. Прежде всего он усмирил бунтовщиков и помог всем бедным, потерпевшим от пожара. Потом, чтобы еще более утвердиться в добрых намерениях своих, он несколько дней постился, каялся в грехах своих и, наконец, причастился святых тайн. Примирясь таким образом с Богом и совестью, этот великий государь хотел показать свое исправление не только перед Москвою, но и перед всею Россией. И для того велел создать, созвать из всех городов избранных людей всех состояний. Они съехались, не зная, за каким делом призывает их государь в столицу. И вот в одно воскресенье после обедни Иоанн вышел из Кремля со всем духовенством, боярами и войском на большую площадь, где находилось возвышение, называемое Лобным местом. Вся площадь была покрыта народом, но все было тихо. Отслужили молебни. Тогда Иоанн обратился к митрополиту и сказал «Святой Владыка, знаю твою любовь к Отечеству, помоги мне в моих добрых намерениях». Рано Бог лишил меня отца и матери, а вельможи не старались обо мне, своевольничали, отнимали моим именем у людей чины богатства, притесняли народ, и никто не останавливал их. Жалком детстве своем я был как будто глух и нем, не слушал бедных, не защищал их. Судьи несправедливые, вы делали, что хотели. Сколько слез, сколько крови от вас пролилось. Я не виноват в этой крови и слезах. Здесь молодой царь поклонился на все стороны и продолжал «Люди Божьи» и Богом нам данные. «Умоляю вашу веру к нему и любовь к нам. Будьте великодушны. Нельзя исправить прошедшего зла. Я могу только вперед спасать вас от притеснений. Забудьте, чего уж нет и не будет. Соединимся все любовью христианской. С этого дня я ваш судья и защитник». О, как сильно кроткие слова его восхитили всех русских. Они увидели счастливую перемену в сердце царя, увидели исполнение молитв своих и с радостными слезами обнимали и поздравляли друг друга с новым правлением. Оно с этого дня в самом деле сделалось новое, власть бояр кончилась и государь начал управлять не по их воле, а по своей собственной казаки. 1547-1552 годы. Вместе с нравом Иоанна переменилось и все его окружение. На Кремлевской площади уже не слыхны были крики людей, бежавших от злых медведей. В комнатах дворца уже не раздавался хохот шутов, шутих, скоморохов, которых было так множество в то время, когда Иоанн занимался только забавами. Теперь занятия его были совсем другого рода. Каждый час употреблял он на что-нибудь полезное. Каждую минуту думал о том, чтобы вознаградить недостаток своего воспитания. Во время же отдыха от трудов наслаждением его были не прежние жестокие забавы, а приятное общество добродетельной и прелестной супруги и умного друга его Адашева. Благочестивая, кроткая, прекрасная душа первой утверждала молодого царя во всех добрых намерениях его и молилась о продолжении их. А проницательный, твердый, деятельный ум второго помогал ему открывать несправедливость и защищать слабых от притеснителей сильных. Великие способности Иоанна Васильевича с каждым днем были и более удивляли подданных его. Несмотря на множество различных и трудных занятий, несмотря на чрезвычайную молодость свою, он принялся за дело самое важное для государства законодательство. Вместе с умнейшими боярами он рассмотрел все прежние законы великих князей и последнее уложение Иоанна Третьего и, дополнив его новыми постановлениями, издал в 1550 году книгу законов «Судебник» или вторую русскую правду. Для лучшего образования юношества, приготовляющегося к духовному званию, государь приказал завести училище в Москве и других городах. Он хотел просветить не только духовенство, но и весь народ свой, и для того поручил одному саксонцу Штилету, который жил в Москве, вывезти из немецкой земли разных ремесленников, художников, лекарей, аптекарей, типографчиков и других искусных людей, мастеров. Это намерение молодого государя не исполнилось, хотя Шлит и отправился в Германию и уже набрал там 120 человек, но ливонские рыцари, боясь, что вместе с просвещением России могущество и сила ее еще больше увеличатся, не допустили в Москву умных немцев, а самого Шлита посадили в темницу. Однако некоторые из них пробрались потом в Россию и были полезны для предков наших своими знаниями. Ливонцы тем более боялись России, что в это время рыцари уже не были теми храбрыми, неустрашимыми воинами, которым не раз удавалось побеждать предков наших. Уже не смея нападать на владения наши, они заключили в 1503 году перемирие с Россией на 50 лет. Во время такого продолжительного спокойствия ливонцы более занимались торговлей, от которой так разбогатели, так привыкли к приятностям жизни, книги, к роскоши, что рыцари и дворяне их ничего более не делали, как только строили себе великолепные замки и думали уже не о войне и ее опасностях, нет, а о том, как бы им веселее пожить и попировать в своих богатых поместьях. Они охотно откупались от всякой войны деньгами, чтобы только не расстаться со своими приятными забавами. И поэтому читатели мои могут судить, что Иоанну IV нечего было опасаться Ливонии. Он досадовал на нее только за то, что она не пропустила к нам людей, для него нужных, и собирался жестоко наказать ее за такую дерзость. Но гораздо более тревожили его ханы крымские. Магмед Гирей еще при Василии Иоанновиче имел намерение соединить три Батыева царства Казань, Астрахань, Крым или Тавриду в одно государство. И тогда бедные предки наши может быть опять подпали бы под власть татар. Но Бог избавил Россию от этого нового несчастья. И хотя Магмед Гирею удалось сделать казанским царем брата своего Саиб Гирея, однако он сам вскоре убит был нагайским ханом Мамаем, а наследники его не имели столько ума и твердости, чтобы исполнить его намерения. Они вместе с казанцами только тревожили границы наши частыми набегами и разорялись жителей. Но Иоанн Васильевич, имея храбрых воевод, умел усмирять их и даже мог уже думать о совершенном покорении этих беспокойных врагов своих. Опаснее всех казались ему казанцы, как самые близкие, самые хитрые соседи владений наших. Несколько раз уже молодой царь посылал войско для покорения этой области, но напрасно. Крепость казанская, хотя и деревянная, выдерживала все нападения и не сдавалась. Однако Иоанн Васильевич, как все умные и твердые люди, не боялся неудач. Напротив, при каждой из них он увеличивал свои усилия и всегда думал, что рано или поздно они будут успешны. Так, возвращаясь из одного такого похода от стен казанских, он остановился в 30 верстах от них. У высокой горы, называвшейся Круглою, подлине ее текла река Свияга. С вершины этой горы открывался прекрасный вид во все стороны. Иоанн, любуясь красотой место, с восхищением скричал, здесь будет город христианский, стесним Казань, Бог отдаст ее нам в руки. Молодой, но великий государь сказал это, и через несколько месяцев город Свияжск уже красовался на Круглой горе, и, возвышаясь почти над самою Казанью, как будто гордился своей будущей над ней победою. Построив эту новую крепость для защиты подданных своих от нападений казанцев, Иоанн IV через год построил еще две другие от набегов крымских татар, город Михайлов на реке Проне в Рязанской области и Шацк на реке Цне в нынешней Тамбовской губернии. Но главной защитой той части отечества нашего, которая лежала между Азовским и Каспийским морями, сделался в то время новый, храбрый и неустрашимый народ, о котором давно уже пора рассказать моим читателям. Это были казаки. Милые дети, казаки, которые так смелы на войне, так искусны в сражениях, так ловки и проворны верхом на маленьких быстрых лошадях своих, казаки, которых все вы так любите, как же должно быть приятно узнать о том, где и как они жили в старину, от кого произошли. Всегда ли были такими? Каковы они теперь? О, история их любопытна. Послушайте, друзья мои, каждый народ улучшается со временем. Так и казаки в начале своего существования при царе Иоанне Васильевиче далеки были от славных потомков своих, от того неустрашимого, от того всегда неизменного государю и отечеству войск Кодонского, которым мы гордимся теперь пред всею Европою. Поверите ли вы, что первые казаки были беглецы, оставшие свою родину Россию и жившие всякими несправедливостями? Защищая своих любимцев, читатели мои, уже знающие римскую историю, верно скажут, что и римляне были такого же происхождения и сделались потом первым народом в свете. Точно, вы правы, милые дети. Происхождение никогда не может уменьшить цену хороших качеств человека и тем менее может вредить нашим добрым донским соотечественникам, что они не сами начали такой образ жизни, а только подражали тому народу, которому удалились, оставив отечество. Этот народ были черные клобуки, которых князья русские во время прежних ссор своих часто нанимали, чтобы вести войну друг с другом. Они были славные наездники, охотники, драться, грабить и за деньги с радостью решались на всякие опасности. Их называли также казаками. Они жили в низовьях Днепра, Днестра, в то время, когда татары безо всякой жалости разоряли Россию, многие из предков наших, живших в южных областях, и особо малороссияне, лишенные жестокими варварами своих родственников, а часто и всего имения, оставляли бедное отечество и уходили плакать о своих несчастьях казакам, которые ласково принимали их, давали лошадей, оружие, учили своему удальству и наездничеству, называли своими братьями казаками. Несчастные, потеряв все, что было для них мило, ненавидя татар, радовались случаю, мстить им, охотно исполняли все приказания казаков, гордились этим именем и с того времени не называли себя иначе. Приятный климат, прекрасные места, изобилие и свобода во всем увеличивали с каждым годом число беглецов. Так что через 200 лет они совсем смешались с черными клобуками и составляли один народ, уже называвшийся только казаками. Владения их дошли до Азовского моря, казаки, жившие на берегах его, назывались азовскими, а первые, жившие около Днепра и Днестра, запорожскими, а потом украинскими. Были также казаки ординские, их называли так, потому что они состояли по большей части из татар и ребеглецов из Орды. Все эти различные казаки управлялись атаманами, которых сами и выбирали. Главные качества их, которыми они любили хвалиться, были удальство и удивительная храбрость. Они так бесстрашно нападали на своих неприятелей, так ловко защищались, так проворно скрывались от них, что предки наши не могли надевиться их искусству и часто нанимали их на службу, а потом заводили и у себя в пограничных городах такие же полки и называли их казачьими. В 1480 году азовские казаки оказали важную услугу нашему отечеству. 16 тысяч их было с тюменским князем Иваком в то время, когда он победил последнего хана Золотой Рды Ахмата, после которого Россия уже не была более данницей татар. Но азовские и ординские казаки существовали только до 1500 года, состоя более из беглецов татарских. Они, вероятно, разошлись по домам или пристали к скитающимся калмыкам. Как бы то ни было, только история с тех пор уже ничего не говорит о них. Но зато очень много о казаках, поселившихся около 1500 года на берегах реки Дон и оттого названных Донскими. Это все же русские выходцы и беглецы исповедали одну с нами веру, говорили одним с нами языком, имели одни с нами обычаи и так о них, как о самых близких к нам по происхождению мы поговорим несколько подробнее. Они жили по правому берегу Дона, от устья реки Оксай до границ нынешней Воронежской губернии. Маленькие городки их были разбросаны в глуши лесов и между болот и состояли из шалашей и землянок. Вовсе некрасивых, потому что казаки не заботились об этой красоте для того, как говорили их прадеды, чтобы глаз неприятельский не любовался ими и чтобы можно было без сожаления оставить их во время сильного нападения врагов. Главный город их был Раздоры, а потом Черкасск. Сюда собирались они из всех городков своих на совет, который назывался у них не вече, как у новгородцев, а круг. На этом кругу решались все дела общественные и тут каждый год народ выбирал атаманов и старшин своих. Надо бно сказать вам, милые дети, что своевольство казаков было гораздо хуже новгородского. Они не признавали над собой никакого государя и только когда короли польские начали притеснять всех запорожских и литовских казаков, донские назвались подданными Иоанна IV. Но они желали только покровительства его, не думая повиноваться ему в полной мере. Только одно приказание Иоанна Васильевича исполняли они всегда в точности. Приказание защищать границы его государства от татар крымских, ногайских, и других варваров, еще бродивших около южных областей наших. Видя, как усердно казаки подстерегали неприятелей, как искусно и храбро били и прогоняли их, Иоанн IV был доволен ими, ничего более не требовал и даже не наказывал их за беспрестанные своевольства. Таковы были донские казаки в начале царствования Иоанна Васильевича, так мы их оставим теперь сторожить границы наши, а сами поспешим в Москву. Там молодой государь собирается на какое-то важное дело. Покорение царства Казанского 1552 1552 1552 1552 1552 1552 Положась на храбрость казаков, Иоанн не беспокоился о своих южных областях. Швеция и Ливония также не были страшны, они ничего более не желали, как в свободной торговле с Россией. Польским королем был уже небеспокойный Сигизмунд, умерший в 1548 году, а его сын Август, который больше забавлялся, чем занимался государственными делами. Итак, почти со всех сторон Иоанн мог быть спокоен. Одни казанцы постоянно нападали на наши области. Всегдашняя ненависть их к русским стала еще сильнее с тех пор, как Казанию завладели крымские ханы. Саиб Гирей после смерти своего брата Магмета уехал управлять Крымом, а в Казани оставил своего племянника Сафа Гирея. Законный же царь казанцев Шик-Алей, изгнанный своим народом, жил в Москве под покровительством русского государя. Несколько раз Иоанн возвращал ему потерянный престол, но вскоре тот опять лишался его. Казанцы не любили Шик-Алея за то, что он признавал власть России над Казанью. И был всегда верен Иоанну. В 1549 году умер Сафа Гирей. Наследником его остался двухлетний сын Утемиш Гирей. Правительницей Казани во время молодец сына сына была его мать царица Сюнбека или Сумбека. Смотря на эту молодую женщину, совсем не привыкшую к государственным делам, и на маленького Утемиш-Гирея, еще не умевшего говорить, многие из вельмож казанских боялись за свое отечество и послали крымскому хану просить защиты от русского царя. Другие, верные своему законному государю Шик-Алею, звали его на Казанский престол и клялись вечной верности ему и России. Можно представить себе, какая суматоха была тогда в Казани. Каждый делал, что хотел, и огорченная Сумбека часто плакала, не зная, как справиться со своими непокорными подданными. Между тем Иоанн Васильевич спешил воспользоваться таким состоянием врагов, более ста лет разорявших его подданных своими набегами, и с лучшим воинством своим и царем Шик-Алеем пошел сам на Казань. Это был тот самый поход, во время которого построен был город Свияшск. Полудикие народы, Чуваши, Мордва, Черемисы, жившие в его окрестностях и бывшие данниками казанцев, так удивились неожиданному появлению этого прекрасного города на своей высокой горе, так поражены были волшебной по их мнению силой того. Кто мог сделать это, что сами послали своих знатных людей к Иоанну и просили его взять их в подданство к себе. Умный государь предвидел большую пользу от новых подданных. Отдаляясь от Казани, они уменьшали силы ее и увеличивали его собственные, и потому Иоанн принял их благосклонно, осыпал милостями и подарками и не обманулся в своих ожиданиях. Казанцы, потеряв помощь столь многих данников, стали гораздо сговорчивее и скоро согласились на все требования русского государя. Признали царем своим Шик-Алея и отправили в Москву Сумбеку и ее сына. Хотя потомки крымских ханов беззаконно владели Казанским престолом, все же жалко было смотреть, как эта бедная государиня, еще так недавно гордившаяся своей славой и красотою, теперь слабая, печальная, отправлялась пленницей в русскую столицу. Тихо ехала она в колеснице до реки Казанки, где стояла богатая лодка. За ней пистуны несли на руках маленького Утимиш-Гирея, который ничего не понимая, радовался новой прогулке и весело улыбался. Бывшая царица, садясь в лодку, печально поклонилась народу, провожавшему ее, и навсегда простилась с ним. Между тем, беспокойные казанцы недолго были довольны новым царем, хотя, правду сказать, и сам шик Алей был виноват. Он обходился с ними слишком жестко, жестоко, чем и заставил всех возненавидеть себя. Дело дошло до того, что через несколько месяцев казанские послы приехали в Москву и объявили Иоанну Васильевичу, что Казань умоляет его избавить ее от Шиг-Алея и дать московского наместника, которому она будет повиноваться охотнее, чем своему жестокому царю. Иоанн еще раз милостливо выслушал казанцев, еще раз исполнил их просьбу, убедил Шиг-Алея выехать из Казани и сделал ее наместником князя Микулинского, покорение беспокойного царства казалось ему совершенным делом уже. Но прежде, чем князь Микулинский успел доехать туда, Казань еще раз изменила. На эту уже последнюю измену склонил ее опять Крымский хан, но уже не Саиб Гирей, недавно умерший, а племянник его, Девлет Гирей. Он обещал турецкому султану, начинавшему бояться могущества России, спасти Казань и поддержать прежнюю славу татарского царства. Сделав казанским царем астраханского царевича Идигера, Девлет Гирей отправил его туда, а сам, зная, что Иоанн занят теперь одной Казанью и что даже большая часть казаков находится там у него на службе, вздумал напасть на русские области. Но благоразумие, храбрость и более всего вера Иоанна спасли Россию. Надеясь на Бога, помогающего справедливости, он принял сам начальство над войском, несмотря на слезы царицы Анастасии и всего народа, которые умоляли его беречь свою драгоценную жизнь и остаться в Москве. Утешая плачущих и обнимая свою нежную супругу, он показал такую твердость, какой нельзя было ожидать от молодого царя. Смотря на его веселое, мужественное лицо, все и даже самые слабые люди ободрялись и с надеждой прощались с ним 16 июня 1552 года. Эта надежда была не напрасной. Не прошло и месяца, как крымский хан бежал из России скорее, чем пришел туда, а победитель его отправился в поход на казанцев. Однако покорение этого мятежного народа дорого стоило русским. Несмотря на то, что они имели гораздо больше познаний в военном искусстве, чем казанцы, здесь первый раз в нашей истории говорится о подкопах, с помощью которых русские взрывали казанские стены и башни, и которые помогли им наконец ворваться в город и одержать полную победу. Предки наши очень гордились этой победой и имели на то полное право, потому что казанцы, решившись скорее умереть, чем покориться, сражались так отчаянно, что осада Казани, несмотря на все убеждения Иоанна Васильевича, на всемирные предложения его, продолжалась с августа до первого октября. В этот день был предпринят решительный приступ. Взорвано несколько новых подкопов и после геройства, почти невероятного с обеих сторон гордая Казань наконец сдалась русскому войску, которым командовал знаменитый князь Воротынский и называла государем своим Иоанна Васильевича. Но жители ее, прежде чем решились на это, сделали все, что только подавало им малейшую надежду на спасение своего царства. Они поджигали свои дома, сражались даже посредине города, на улицах и, наконец, царь их. Эдигер с остальными казанцами еще около часа защищался в укрепленном царском дворце. Но храбрость русских победила все. Не гордясь своей победою, они приписывали ее святой помощи Бога и благочестивый государь, войдя в пылавший город, прежде всего принес благодарность своему небесному помощнику и, отслужив молебен у главных городских ворот, называвшихся царскими, поставил на этом месте крест и назначил быть там первой христианской церкви. Тут же, после молебна, представили ему бывшего казанского царя Эдигера. Иоанн принял его скротостью и, видя, что он раскаивается в своем упрямстве и желает креститься в христианскую веру, не упрекал его ни в чем. Впрочем, молодой государь был так счастлив своей славной победою, так радовался покорению знаменитого царства, так утешался мыслью, что подданные его навсегда избавились от жестоких нападений казанцев, что ему не хотелось ни на кого сердиться. Он был ласков со всеми, благодарил за храбрость и знатных воевод и простых воинов, утешал раненых, плакал об убитых, заботился даже о врагах, хвалил их мужество и так обходился с побежденными, что разбежавшиеся жители Казани на другой же день возвратились в дома свои и стали его верными подданными. Наведя новый порядок в Казани, сделав наместником ее князя Александра Горбатого Шуйского, а товарищем его князя Серебряного и оставив у них около пяти тысяч войска, Иоанн Васильевич отправился 11 октября в Москву. Нельзя описать, с какой радостью встречали его по всей дороге. Молодой 22-летний победитель жестокого и отчаянного храброго народа, 115 лет разорявшего Россию, казался всем человеком неземным, казался ангелом, посланным Богом вознести наше Отечество выше других государств. «Мы в настоящее время никак не можем понять всей радости, которую чувствовали наши предки, услышав о победе Иоанна». Это был какой-то неизъяснимый восторг, о котором все историки говорят, как поэты. В то самое время, когда Москва готовилась встретить любимого государя, судьба, казалось, хотела дать ему почувствовать все счастье, которое только может быть дано человеку. У него родился первый сын и наследник, цареви Дмитрий. Эта новая радость восхитила сердце Иоанна. Он не знал, как благодарить Бога за все милости, посылаемые ему. Чувствуя всю их значимость, он со слезами на глазах подъезжал к столице и еще за шесть верст от нее был встречен народом, который теснился около его лошади, целовал его ноги, руки и беспрестранно кричал «Многие лета царю благочестивому, победителю варваров, избавителю христиан, многие лета!» Ласково кланяясь на все стороны, государь едва мог проехать сквозь тесные ряды народа. Отслушав молебен в Успенском соборе, Иоанн поспешил во дворец. Здесь-то, обнимая супругу и сына, слушая поздравления окружавших его вельмож, видя искреннюю любовь народа, толпившегося с радостными криками над дворцовой площади, молодой герой почувствовал всю цену счастья, каким Бог наградил его твердое намерение исправиться и благословил минуту своей чудесной перемены. Ах! Ах! Если бы он навсегда остался таким, каким был в это незабвенное время, тогда Россия назвала бы его не Грозным, а Великим Иоанном. Кончина Анастасии от 1552 до 1560 года. После Казанской Победы много было праздников при дворе. На самом приятном было крещение царевича насредника и двух бывших царей казанских Эдигера и маленького Утимиш-Гирея. Первый, названный Симеоном, жил потом в Кремле, имел много бояр, служивших при нем, и женился на дочери одного знатного чиновника Кутузова, сохранив до смерти имя казанского царя. Он совершенно забыл свое прежнее царство и всю свою жизнь был верным подданным России. Что же касается маленького Утимиш-Гирея, которого в крещении назвали Александром, то государь взял его к себе во дворец и заботился о нем, как о сыне. Еще не успели московские жители наговориться о покорении Казани, еще не успели нарадоваться славе своего молодого царя, как как вдруг разнеслась ужасная весть о его опасной болезни. Иоанн за немог сильной горячкою. Все встревожились, все с отчаянием говорили, видно, грехи наши страшно велики, когда Бог отнимает у нас такого государя. Это отчаяние было общее от дворца до самых бедных жилищ. Все одинаково сильно любили Иоанна, доброго, великого, обещавшего так много славы своему народу. Между тем, как это новое несчастье заставило плакать всю Москву, посмотрим же теперь, что делается в Кремлевском дворце и особо в почивальне государя. О, там была горесть еще сильнее. Там плакала царица о супруге, нежно любимом, там плакали бояре о славе, о величии России, которые должны были погаснуть вместе с жизнью Иоанна. Но не все из них были заняты этой мыслью. И когда умирающий Иоанн объявил наследником сына своего малютку Дмитрия, и приказал знатным чиновникам присягнуть ему, не все согласились сделать это. Многие из бояр начали шуметь, спорить, говорили, что они не намерены опять подвергаться тем несчастьям, которые уже испытали во время малолетства Иоанна, и хотели после его смерти сделать своим государем не его родного брата Юрия, слабого умом и памятью, а двоюродного брата Владимира Андреевича, имевшего много блестящих достоинств. Вообразите себе ужасное положение Иоанна Васильевича, как царя и отца. Несмотря на всю жестокость своей болезни, он был в полной памяти и слышал весь этот спор. И без того невыразимо грустно было для него расставаться с жизнью, а оставлять столько радости, столько счастья, столько славы, оставлять прекрасную, добродетельную супругу, шестимесячного сына, добрый народ, так искренно простивший его прежние пороки и так нежно любивший его. Все это живо представлялось Иоанну, мучило его жестокой тоской, и в это самое время он услышал спор бояр, отвергавших его сына. Он был так слаб, что не мог остановить их, и они, черствые, забыв об умирающем государе, шумели в самой его спальне. В их числе Иоанн с новой горестью увидел и окольничего Федора Адашева, отца его любимца Алексея и духовника своего Цильвестра. Но Бог, вероятно, хотел только испытать этой болезнью твердость молодого государя. К радости всех он выздоровел, и хотя у него осталось неприятное воспоминание о том, что люди, самые приближенные к нему, не хотели назвать царем его сыном, но великая от природы душа Иоанна простила их вину. Может быть, и само воспоминание об этом жестоком оскорблении со временем совершенно изгладилось бы из его сердца, если бы не следующий случай, в достоверности которого уверяли современники. Государь, желая показать свою пламенную благодарность Богу, ездил после выздоровления вместе с супругой и маленьким царевичем на север Белозерский Кириллов монастырь. Там виделся с бывшим епископом Васианом, который пользовался некогда большой милостью великого князя Василия Третьего, но потом во времена правления бояр был сослан за хитрости и жестокость. С того времени он ненавидел бояр и, несмотря на свою старость, искал случая им навредить. Как же он обрадовался, когда государь приехал в тот монастырь, где он жил, а еще более, когда пришел к нему в келью, начал милостиво разговаривать с ним о том времени, когда Васиан был еще при дворе и, уважая в нем любимца своего отца, просил у него совета, как лучше управлять государством. Хитрый старец воспользовался этой минутой и этим вопросом и со злой радостью сказал молодому доброму царю, если хочешь быть настоящим государем, то не имей советников умнее себя, ты должен учить, а не учиться, повелевать, а не слушаться, тогда будешь тверд на царстве, и вельможи будут бояться тебя. Такой совет соответствовал тогдашним настроениям Иоанна, которому еще живо вспоминалась дерзость бояр во время его болезни. С чувством благодарности поцеловал он руку бывшего епископа и вскричал «Сам отец мой не дал бы мне лучшего совета». С этой минуты искра неудовольствия, таившаяся в сердце государя, начала разгораться и породила впоследствии все его пороки и все несчастья России. Да, да, милые читатели, много значит одно слово злого человека, часто его бывает довольны, чтобы испортить десять добрых сердец. Берегите же злых людей, никогда не слушайте их советов и помните несчастный пример Иоанна. Но зачем заранее печалить вас, друзья мои? Пока еще Иоанн добр, благороден, велик, пока еще слова Васиана не успели укоренить своего сердца и памяти, а только слегка так вспоминаются ему. Со временем они сделают то, чего хотел злой Васиан. Но теперь мы еще можем насладиться добродетелями молодого царя еще можем порадоваться его громкой славе. Возвратившись с богомолия, Иоанн с прежним усердием занялся государственными делами. И хотя в душе его теперь скрывалось больше неудовольствия боярами, обидевшими его, но он ни одним словом, ни одним взглядом не показал его. Впрочем, у него не было времени много думать о них. Неугомонные жители Казанского царства, несмотря на то, что были уже подданными России, часто устраивали новые волнения. Так что русские еще около пяти лет не могли быть полностью уверены в их покорности. После этого многие из них начали принимать христианскую веру, которая смягчила их нравы. Другие же были усмирены казаками или стрельцами, жившими по приказанию Иоанна в казанских крепостях и городах. В 1556 году росту славы Иоанна еще более способствовало покорение нового царства – Астрахани. Город Астрахань, построенный в устье Волги и называвшийся прежде Астроканью, существовал еще и тогда, когда начинало складываться государство русское. Прежде в нем жили хазары, потом Алани. Наконец, после разорения Золотой Орды, Астрахань была столицей татарских ханов, одноплеменных с ногайскими князьями. Эти ханы никогда не были сильными правителями и, спасаясь от притеснений черкесов и крымцев, часто прибегали к покровительству России. И последний из них, Дербыш, обязанный сохранением своего престола Иоанну Четвертому, в минуту своей искренней благодарности за его благоденяние, поклонялся вместе со всем народом повиноваться русскому царю. Поклялся дважды, как своему верховному государю. Но прежде, чем отборное войско, посланное к нему на помощь от Иоанна и состоявшее из царских дворян, боярских детей, стрельцов и казаков успела удалиться, Дербыш изменил своей клятве и переметнулся к крымскому хану Девлет-Гирею. Подданные его, уже испытавшие разницу между благодетельным покровительством России и дерзкими поступками крымцев, были очень недовольны изменой своего государя и обрадовались, когда храбрые стрельцы и казаки полностью разбили его и заставили бежать вазов. Тогда все они дали новую присягу России и уже навсегда остались ее верными подданными. Нынешняя Астрахань стоит в нескольких верстах от старинной Астракани. Даже камни на постройку некоторых домов нового города брали из развалин старого. Астрахань славилась большими плодоносными садами, богатейшими рыбными уловами. Во времена же Ивана IV туда приезжали торговать купцы из Шимахи, Дербиша, Шавкала, Тюмени, Хивы. Жители многих этих земель хотели также, как и астраханцы, быть подданными России. Иоанн ласково принимал их и своими умными, благожелательными распоряжениями так осчастливил своих новых подданных, что слух о его славе достиг отдаленных стран Сибири. Сибирь в то время не была той обширной землей, пространству и непроходимым лесам, которой вы верно удивляетесь теперь, милые друзья, смотря во время урока географии на карты Азии. Нет, тогда известна была под именем Сибири только средняя часть Тобольских земель. Ею управляли монгольские князья, потомки Батыева брата Шибана, русские больше ничего не знали о Сибири, но после покорения Казанского и Астраханского царств приехали в Москву два посла от сибирского князя Эдигера. С поздравлением царю по случаю его побед и с просьбой защитить Эдигера от других татарских князей, разорявших его землю, Эдигер обещал царю за это платить богатую дань. По соболю и по белке с каждого человека в год. По его словам, в Сибири тогда было 30 700 жителей. Вот как возвысилась Россия в царствование Ивана IV. Кто бы из наших предков с таким страхом, отправлявшихся на суд Золотую Орду, поверил, что настанет время, когда потомки жестоких и гордых притеснителей будут искать чести быть подданными русских царей. Но не думайте, друзья мои, что только одни необразованные татары показали такое уважение Иоанну. Нет, слава о нем долетела даже до Англии, не имевшей прежде никакого понятия о нашем Отечестве. В августе 1553 года английский корабль вошел в Двинский залив Белого моря и пристал к берегу, где был монастырь Святого Николая и где потом был построен город Архангельск. Русские рыбаки, увидевшие в первый раз большой корабль, испугались и хотели уплыть в своей лодке подальше от чуда невиданного. Но капитан корабля Ченслер остановил их и сказал, что он приехал из Англии с письмами к государю от своего короля, который желает завести с русскими торговлю. Начальники Двинской земли Тайча ожидали знать об этом Йоанну, который, понимая, как выгодно может быть для его народа торговля с англичанами, уже тогда славившимся своими морскими путешествиями и богатым купечеством, приказал английскому послу приехать в Москву и принял его и всех бывших с ним англичан так милостливо и так ласково, что они не могли не написать об этом в Лондон с особым чувством благодарности. С того времени начались торговые отношения русских с англичанами и дружба их государей и продолжались в течение всего царствования Иоанна. Но глубоко уважаемый правителями из самых отдаленных государств он не чувствовал такого же отношения своих близких соседей и постоянно должен был бояться нападений то шведского короля Густава Вазы то польского короля Августа то крымского хана Девлет Гирея все они боялись возрастающего могущества России и старались всеми силами вредить ей Густава Вазу который тогда был уже очень стар скоро усмирили храбрые русские полки крымского хана прогоняли от наших границ стрельцы и днепровские или литовские казаки перешедшие тогда в подданство России со своим атаманом князем Вечневецким что же касается польского литовского короля Августа то главной причиной его разногласий с русским царем была Ливония Иоанн жестоко мстил ей за то что она стараясь помешать просвещению России не пропускала в нее выписанных им ученых и художников к тому же он считал Ливонию землей давно принадлежащей России потому что еще и великий князь Ярослав Первый названный в святом крещении Юрием завоевал ее в 1030 году основав в ней город названный по его имени Юрьевым а потом Дербтом построил там греческие церкви и наложил дань на всю землю которая с того времени считалась русской и только в 1210 году была отнята у нас ливонскими рыцарями Иоанн Четвертый помня все это и еще более помня последнюю дерзость ливонцев непременно решил возвратить России прежние владения ее и уже взял Нарву Нейшлот Адиш Негаус Дерб и много других городов а король польский не меньше ливонцев желая вредить русским уговаривал рыцарей не терять бодрости и с радостью обещал им свою помощь и покровительство когда магистр ливонского ордена со всеми рыцарями и дворянством присягнул ему верности и просил защиты против Иоанна ливонцы считали что лучше зависеть от Польши чем от России после этого надо было ожидать настоящей войны с Литвой и Польшей Ливонская война продолжалась уже два года и все это время русское войско не переставало побеждать из воевод Иоанновых более всех отличились в этой войне князья Андрей Курбский Иван Мстиславский Петр Шуйский Василий Серебряный и Даниил Адашев брат Алексея Несчастная Ливония почти вся была разорена и выжжена Слабые рыцари несмотря на всю храбрость своего магистра молодого Кетлера везде уступали Между тем русские гордясь необыкновенными достоинствами своего царя его славой его неизменным счастьем и своими победами надеялись уже скоро поздравить друг друга со смирением Ливонии и Польши Но вдруг но вдруг разнеслась горестная весть о неожиданном несчастье и остановила надежду на их победу остановила все радости народа все мечтания о счастье самого Иоанна Этой ужасной вестью была кончина кроткого ангела прекрасной царицы Анастасии в июле 1560 года она вдруг за не могла и больная и больная испугалась сильно сильного жара случившегося в Москве испуг усилил боль и несмотря Анастасии Все как будто предчувствовали, что вместе с прекрасной душой Анастасии отлетят на небо и добродетели царя, и счастье его народа. Они угадали славу Иоанна, добродетельного кончилась жизнь его супруги, и, оплакивая первую, незабвенную свою царицу, наши предки готовились к тем горьким слезам, которые проливали они потом из-за жестокостей уже невеликого, но грозного и страшного своими пороками Иоанна. Опречники и Слобода Александровская от 1560 до 1569 года Мы дошли теперь до ужасного периода в нашей истории, милые читатели. До сих пор мы видели, что русские государи всегда любили свой народ, всегда заботились о нем, с отеческой нежностью. И если в старину, во времена междоусобий, были в их числе жестокие князья, безжалостно разорявшие свои области, то это были князья-враги, которые мстили за нанесенные им обиды и, примирясь друг с другом, старались вознаградить народ за несчастья, причиненные их разногласиями. Но теперь наши бедные предки видели перед собой государя, который был жесток не к врагам своим, а к своим верным подданным, Который с удовольствием мог смотреть на мучения умирающих, который иногда даже собственными руками отрезал в шутку уши у своих любимцев или убивал их за одно неосторожное слово. Вы пугаетесь? И, конечно, едва верите тому, что я рассказываю. Друзья мои, нам трудно поверить в жестокости прошедших времен. Но и наши предки, видевшие их собственными глазами, едва верили в это и говорили, что эти жестокости идут не от сердца царя, а по воле Божией, наказывающие их за грехи. Эта мысль помогала им переносить без малейшего ропота свои страдания, а нам поможет выслушать рассказ об ужасных делах Ивана IV, еще совсем недавно доброго и великого. Вы помните совет, который дал молодому государю старый епископ Васян? Этот совет причинил первое зло. Он отдалил от Иоанна тех людей, усердию и добродетелям которых он был обязан своей славой, священника Сильвестра и Алексея Адашева. Возвратясь из Кириллова монастыря, он уже не любил их, но еще уважал их заслуги и при жизни своего ангела-хранителя доброй Анастасии еще мог удерживать дурные наклонности и злые помыслы свои. Но с тех пор, как ее не стало, все переменилось. Пылкая душа Иоанна, потеряв милое и единственное существо, имевшее власть над ней, увлекаемое льстецами, раздражаемое злыми людьми, пришла снова в то состояние, в каком она была за 30 лет до случившегося, и стала еще хуже. Ожесточилось так, что Иоанна уже не могли умолить никакие просьбы, не могли смягчить никакие слезы. Как только государиня скончалась, враги Сильвестра и Адашева распустили слух, что она отравлена ими. Иоанн в безысходной тоске своей по умершей поверил ложному слуху, не захотел выслушать оправданий обвиняемых и по решению несправедливого суда наказал их. Сильвестра сослал на Дикий остров Белого моря, Соловецкий монастырь, Адашева в город Дерб, где через два месяца этот добродетельный друг царя, названный в истории красой века и человечества, умер в темнице. После этих двух первых жертв, вызванных несправедливостью Иоанна, начались страдания друзей и их приверженцев. Все они были сосланы или казнены. Любимцами Иоанна стали теперь люди, отличавшиеся не храбростью, нет, ни благородством, ни добротой души, а злостью, клеветой, низкими доносами. Только они могли жить спокойно. Добрые же бояре каждую минуту боялись смерти или опалы, то есть царского гнева. Многие из них от страха уходили в Литву, Польшу. В числе таких изменников был, к сожалению, всех русских и знаменитый герой, участвовавший в завоеваниях Казани и Ливонии, прежний любимец царя, князь Андрей Курбский. Хотя он с чрезвычайной горестью решился на эту измену, но тем не менее она покрыла его имя вечным позором и заставила его совесть испытывать вечные мучения. С какой невыразимой грустью слушал он рассказы о верности других бояр Иоанна. Как завидовал той твердости, с которой они, несмотря на все лестные предложения польского короля, не изменили своей чести и терпеливо переносили жестокость Иоанна, как наказание, посланное им Богом. Но это терпение и покорность не умилостивили жестокое сердце. Довольно было одного подозрения, чтобы рассердить Иоанна. А он подозревал каждого. Все вельможи казались ему тайными злодеями, друзьями Курбского. Находясь в таком беспокойном состоянии, он выдумал новое средство для своей безопасности. Послушайте, друзья мои, и подивитесь, до чего может дойти человек, это прекрасное создание Божие, когда даст волю своим страстям. В конце 1564 года Иоанн вдруг собрался ехать куда-то со всем своим семейством, приближенными, любимцами, со всем богатством и деньгами из дворцов и даже из придворных церквей. Бояре и народ с удивлением смотрели на этот таинственный отъезд и в страхе ожидали чего-нибудь чрезвычайного. Вскоре они услышали, что царь со всем своим двором остановился в Александровской Слободе в 156 верстах от Москвы. Прошел месяц. Все были в прежнем унылом состоянии тихого ожидания. Вдруг, 3 января 1565 года, митрополит получает письмо от государя. Иоанн описывает в нем беззаконие бояр, разорявших Россию во времена его малодетства. Говорит, что дух их до сих пор не изменился, что все они еще злодействуют. А когда государь начинает наказывать их, митрополит и все духовенство вступаются за виновных. Это правда, что служители Божьи осмеливались иногда просить грозного царя за несчастных. И потому, продолжал Иоанн, не желая терпеть ваших измен, мы от жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог покажет нам путь. Этого было довольно, чтобы встревожить весь народ, которому без власти оказалось страшнее всех жестокостей. «Государь оставляет нас!» – кричали с горестью верные московитяне. «Мы погибаем! Кто будет нашим защитником? Кто будет начальником нашего царства?» И в эту минуту отчаяния все пороки, все злодейства Иоанна исчезли в глазах доброго народа. Он видел в нем только своего царя и умолял митрополита умилостливить Иоанна. «Духовенство бояре и все чиновники со слезами просили о том же, и все в один голос говорили, «Пусть царь казнит своих злодеев, но царства без царя быть не может! Мы все пойдем с тобой бить щелом государю и плакаться!» Они исполнили это и в тот же день отправились в Слободу. Иоанн ожидал их. Он знал свой народ, знал его пламенную, беспредельную привязанность к своим царям, и мнимое отречение от государства было только хитростью. Как будто против своей воли и только уступая просьбе митрополита, он согласился опять быть государем России. Но с таким условием, что никто из духовенства никогда не будет вмешиваться в его дела и просить за виновных, казнить которых он сочтет необходимым. 2 февраля царь въехал в Москву и на другой же день созвал к себе духовенство бояр-чиновников. Но как же удивились все, увидев Иоанна? Наружность его, прежде привлекательная, так изменилась, что верные подданные едва узнали его. Светлые, проницательные, полные огня глаза его были теперь мрачны и дики. Все черты прежнего, миловидного лица, сделались безобразны, а на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса. И все это произошло от того, что он беспрестанно предавался сильному гневу и жестокости. Это ужасно, ужасно, милые читатели мои. Иоанн объявил боярам, что он намерен для своей государственной безопасности учредить новых телохранителей. Сначала никто не удивился этой новости, потому что все знали его боязливость с тех пор, как он перестал быть добродетельным. Но когда выяснилось, что это будут за телохранители, то все ужаснулись. Иоанн объявил своей собственностью 19 городов с разными властями. Выбрал 6 тысяч человек из князей, дворян и боярских детей и дал им имение в этих городах. А тамочных владельцев перевел в другие места. В самой Москве взял себе также несколько улиц, откуда должны были выехать все записанные царские телохранители. Назначил себе особых чиновников для услуг дворецкого, казначеев, ключников, даже поваров, хлебников и других ремесленников. И, не желая жить во дворце своих предков, приказал строить себе новой. За речкою Неглинной. Вот эта часть России и Москвы, эта дружина телохранителей, этот новый двор, не имевший другого начальника, кроме самого царя, были названы опричниной. А все остальное, то есть все государство, земщиной, которую Иоанн поручил земским боярам, велел им решать все дела с прежними чиновниками, а в важных случаях обращаться к нему. Новые ужасы начались вместе с новым порядком в правлении и особо вместе со страшной опричниной. В нее были выбраны молодые люди, отличные не достоинствами, а удальством и дерзкой готовностью на все. Царь взял с них присягу служить ему верой и правдой, доносить на изменников, не дружить с земскими, не водить с ними хлеба и соли, не знать отца и матери, знать одного государя. За такую совершенную преданность Иоанн отдал жертву своим опричникам всю Россию. Они делали все, что хотели, и были всегда правы в судах. Опричник мог без всякого страха притеснять своего соседа, а если тот пожалуется, брать пеню за бесчестие. После этого подумайте, чего только не могли делать эти своевольные телохранители Иоанна. Их доносы на людей земских, то есть на всех, не принадлежащих к этой ужасной дружине, были бесконечны. Злодейства бесчисленны, ненависть к ним всего народа неописуема. Но они не огорчались из-за этой ненависти. Чем сильнее ненавидели их, тем больше доверия имел к ним Иоанн. Он выбрал для них и достойное отличие. Опричники ездили всегда с собачьими головами и с метлами, привязанными к их седлам. А знак того, что они грызут царских злодеев и метут Россию. О! Как радовались этому отличию бедные московские жители, проходившие по улицам. По крайней мере, благодаря ему, они с первого взгляда узнавали злодеев и спешили укрыться от них. Так что иногда многолюдные прежде улицы столицы были пусты, как в каком-нибудь необитаемом городе. Уныние и пустота Москвы стали еще заметнее с тех пор, как государь разлюбил ее. И не чувствуя себя в безопасности, даже в своем новом крепком дворце, жил по большей части в Слободе Александровской. С того времени эта Слобода стала городом и украсилась церквами. Дома тоже каменные, каменные лавки. Царь жил в палатах, обнесенных валом и рвом. Чиновники в особенных домах. Здесь Иоанн проводил почти все время, занимаясь церковной службой. Казалось, он думал успокоить молитвами свою душу. Набожность его была так велика, что дворец был похож на монастырь. Своих любимцев он называл монахами себя и гумном. Все они ходили в скуфейках и черных рясах, под которыми носили богатые кафтаны с оболями и опушками. В четыре часа утра Иоанн ходил сам на колокольню со своим первым любимцем и другом Малютой Скуратовым. Благовестил за утреннюю, потом сам же пил, читал, молился так усердно, что на лбу у него всегда оставались знаки земные. То есть поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, вечером к вечерне. В трагедии Пушкина Борис Годунов есть рассказ одного старца-монаха о тогдашней жизни Иоанна. Царь Иоанн искал успокоения в подобии монашеских трудов, и вот дворец любимцев городных полный. Монастыря ведь новый принимал. Кромешники в тафьях и в лосиницах послушными являлись черенцами. А грозный царь – игумном богомольным, я видел здесь, вот в этой самой келье. В ней жил тогда Кирилл, многострадальный, муж праведный. Тогда уж и меня сподобил Бог уразумить ничтожность. Мирских сует здесь видел я царя, усталого, от гневных дум и казни. Задумчив, тих, сидел меж нами грозный. Мы перед ним недвижимо стояли, и тихо он беседу с нами вел. Он говорил игумну и всей братья, отцы мои, желанный день придет, предстану здесь алкающий спасения. Ты, Никодим, ты, Сергий, ты, Кирилл, вы все обет примите, мой духовный. Прийду к вам, преступник окаянный, и схему здесь восприму. К стопам твоим, святой отец, припадший, так говорил державный государь. И сладко речь из уст его лилась, и плакал он, а мы в слезах молились. Да не спошлет Господь любовь и мир, его душе страдающей и бурной. Но напрасно молились они. Характер Иоанна не исправлялся. Может быть, в наше время искусство врачей открыло бы, что причиной его необыкновенной жестокости была какая-нибудь болезнь тела или расстройство души, слишком сильно пораженной невозвратной потерей нежно любимой супруги. Но когда об этом не думали, тогда никогда не представлял, что сильное горе могло иметь какое-нибудь чрезвычайное влияние на здоровье человека. И потому, не подозревая никакой болезни в Иоанне, наши предки отнесли его к числу тех ужасных правителей, которых иногда Бог посылает для наказания народов. И какими у римлян был Каллигула, Нерон, у французов Людовик XI. И римляне, и французы ужасались имени этих государей. Но не таким было чувство русских к Иоанну, когда раздавалась весть о победах его храбрых войск, когда его умными распоряжениями русская торговля расцветала не только в Москве, Астрахани и Казани, но даже в Германии и Англии, когда он торжественно въезжал в Москву и с обычным своим великолепием принимал знаменитых иностранных послов, когда они со всеми знаками глубочайшего уважения стояли перед ним и слушали его остроумные разговоры о важных государственных делах, Добрый народ забывал свои страдания, забывал слободу со всеми ее ужасами и, гордясь величием России, помнил только, что Иоанн – их царь. Это имя, священное для русских, оказывало в такие минуты свое чудесное воздействие на их сердца. Им казалось, им казалось, что они любят Иоанна. Слабость России от 1569 до 1582 годов. Однако величие России не могло быть продолжительно при таком государе и после таких событий в государстве. Иоанн, истребляя иногда целое поколение князей и пояр, не щадил и тех из них, которые отличались своими великими заслугами в военных или гражданских делах. Он казнил их наравне с обыкновенными преступниками, и от того число умных и знаменитых царских советников беспрестанно уменьшалось. Так что вскоре Иоанн остался почти один со своими недостойными любимцами, со своей ужасной дружиной опричников и со своими шутами и забавниками. Враги, окружавшие Россию и завистью смотревшие на ее могущество, обрадовались такой перемене и спешили воспользоваться ее. Тогда-то жестокий Иоанн понял свою ошибку, тогда-то он сам почувствовал отвращение к ненавистным опричникам, лишившим его своей клеветой лучших велимож и полководцев. Но напрасны были все его сожаления. Сделанного изменить было невозможно. В пылу досада и гнева он уничтожил опричнину. Это случилось спустя семь лет после ее учреждения. Однако этим дело не поправилось. Убитые князья Горбатый Шуйский, Серебряный, Адаевский, Кураткин не воскресли, а между тем враги нападали со всех сторон на бедное отечество. Первым из них был крымский хан Девлет-Гирей. Набрав более ста тысяч войска, он неожиданно подошел к городу Серпухову, где находился сам Иоанн. Вместо того, чтобы оказать решительное сопротивление, царь, уже не прежний мужественный Великий Иоанн, окруженный героями, но слабый, не надеющийся не только на искусство, но даже и на усердие своих полководцев, бежал в Коломну, потом в Александровскую Слободу, наконец в Ярославль. А хан между тем пробрался прямо в Москву, разорил и сжег ее так, что из всех зданий остался один Кремль. Девлет-Гирей не хотел осаждать его, и на другой день, посмотрев с воровинных гор на опустошенную столицу, отправился назад, испугавшись ложного слуха, что многочисленное войско идет на помощь русским. Так, бедная Москва еще раз побывала в руках варваров. Возвратившийся государь нескоро смог опять поправить ее разрушенные стены, заселить ее опустошенные улицы. Не успел он еще заняться этим, как новые враги уже спешили в Россию. То были поляки. Но прежде, чем мы будем говорить о них читателям, надо сказать о главной причине их ссор с русскими – о земле Ливонской. Вы, верно, не забыли, какое жалкое состояние привели победы Иоанна эту несчастную страну еще в 1560 году. С того времени русские не переставали разорять ее. И в 1561-м рыцари Ливонские уже более не существовали, их орден уничтожился. И ливонцы признали своим государем польского короля Августа, который, получив свое владение всю Южную Ливонию, обещал не менять ни ее веры, ни ее законов. Последний магистр Кетлер, сложив с себя это достоинство, получил от короля звание наследственного герцога Курлянского. Прочие орденские земли разделились еще на три части – Нарва, Дерб и все соседние с Россией места были завоеваны Иоанном. Гаррия, Ревель и половина Верландии – шведам. Езль принадлежал датскому принцу Магнусу. Все эти владители беспрестанно ссорились между собой, желая вытеснить один другого. Пока знаменитые полководцы Ивана IV еще жили и командовали его войском, русские были везде победителями, и города Ливонии один за другим покорялись их оружием. Но когда в 1577 году Иоанн казнил последнего из героев, прославившегося при взятии Казани, князя Михаила Воротынского, счастье, как будто желая справедливо наказать Иоанна, совершенно оставило его. Русское войско, лучше, чем когда-нибудь устроенное, но под командованием новых, неискусных предводителей, забыло о победах и после каждого сражения должно было стыдиться то шведов, то поляков. Особо последние славились в это время своими успехами. Они обязаны были этой славой новому знаменитому в историю королю своему Стефану Баторию. Еще в 1573 умер слабый Сигизмунд Август, не оставив после себя наследников. Поляки долго не знали, кого выбрать своим государем. Многие из них, чтобы обезопасить свое отечество от врагов, окружавших его турок, австрийцев, охотно желали видеть на своем престоле сильного русского царя или одного из его сыновей, и даже посылали для этого своих вельмож в Москву. Но другие, слыша о жестокостях Иоанна, боялись быть под его властью и спорили со своими соотечественниками, приверженными России. К тому же и сам Иоанн, не предвидя больших для себя выгод от соединения России с Польшей, которой надо было беспрестанно помогать в ее войнах с Турцией, Австрией и Крымом, не слишком желал чести быть королем поляков или дать им для этого своего сына, и поставил перед послами такие трудновыполнимые условия, что они без всякого успеха возвратились в Варшаву. Тогда польский народ в угоду самому опасному из своих врагов, турецкому султану Селиму, избрал королем его друга, князя Семиградского, Стефана Батория. Впрочем, слух о достоинствах Стефана давно уже носился в Польше. Все знали, что он получил свое княжество по выбору народа Семиградского, который, удивляясь его уму, учености, красноречию, отличной храбрости, надеялся быть счастливым под его правлением и не обманулся в своей надежде. Видя это, и поляки с радостью великой назвали его своим королем. Благодарный за такое доверие Баторий спешил оправдать ожидания своих новых подданных. И, зная, что больше всего он может угодить им унижением России, обратил на нее все свое внимание. Прежде всего, он обещал полякам возвратить все области, некогда отнятые Россией у Польши и Литвы. Но для войны с Иоанном надо было запастись союзниками. Баторий скоро нашел их в королях шведском и датском, и в хане крымском. Кроме того, к нему пришли из Трансильвании и земли немецкой опытные наемные воины, прежде служившие ему, и вот уверяли в своей дружбе султан Турецкий и сам папа. Одним словом, все, казалось, соединилось на погибель нашего Отечества. Все угрожали ему нападением, и некому было думать о его защите, несмотря на то, что 80 наших крепостей были заполнены воинами и всеми нужными снарядами, что один особенный царский полк насчитывал 40 тысяч дворян, боярских детей, стрельцов и казаков, что, кроме русских, готовы были сражаться за Россию, и князья черкесские, шевскальские, мордовские, ногайские, царевичи и мурзы старинной Золотой Орды, также Казанской и Астраханской. Читая это, вы, верно, с трудом можете поверить, дети, что при таком многочисленном войске некому было думать о защите Отечества. Но, но к несчастью, это было правдой. Что значит самое пламенное усердие народа, если государь не ободряет его своим примером? Что значит самое храброе войско без храбрых и умных начальников? В таком случае и народ, и войско часто совсем погибают. Так едва не случилось и с Россией во время войны с Баторием. При известии о первых его победах Иоанн уже потерял бодрость, предоставил командование над войсками, воеводам и сам не участвовал ни в одном сражении. В начале войны некоторое время он жил во Пскове, но потом уехал в Александровскую Слободу и оттуда, вот как писал главным воеводам, «Промышляйте делом государевым, как Всевышний вразумит вас и как лучший для безопасности России. Всю надежду мою возлагаю на Бога и на ваше усердие». Воеводы, видя несмелость царя, сами делались робкими, и, несмотря на храбрость, всегда присущую русским, наши города один за другим сдавались Баторию. Прежде всего он взял Полоцк, потом еще девять городов, в числе которых была и Старая Русса. В Ливонии войска Стефана опустошили все города, совсем недавно еще завоеванные русскими. И Бог знает, до какого унижения доведено было бы наше Отечество этой несчастной войной, если бы, наконец, гордость Батория не смирилась у стен древнего города Ольги Пскова. Здесь еще были надежные воеводы, присягнувшие Иоанну умереть, но не сдаваться неприятелю. Первыми из них были князья Шуйские – Иван Петрович и Василий Федорович Шуйский-Скопин. Они-то вместе с храбрыми воинами поддержали честь русского имени и спасли Россию от величайшей опасности. Если бы Псков сдался, то Баторий взял бы Смоленск и всю Северную землю, а, может быть, даже и Новгород. Но они своей неустрашимостью остановили его посреди самых блестящих побед и после четырехмесячной осады заставили, наконец, согласиться на десятилетнее перемирие с Иоанном. Правда, условия этого перемирия были тяжкими. Русские должны были отказаться от всей Ливонии и прежней, принадлежавшей еще старинным русским государям и вновь завоеванной Иоанном, а также уступить Польше, Полоцк и Велиш. Но зато Стефан возвратил нам все взятые им города Псковской области. Русские успокоились, но еще были унылы. Им грустно было видеть необыкновенную слабость своего отечества. Им грустно было слышать рассказы о той горести, с которой их соотечественники отдавали свои города – литовцам, полякам. Но вдруг новое несчастье сменило их тихую печаль на ужас и горькие слезы. Приготовьтесь, читатели мои, услышать о страшном происшествии, которое заставит вас еще более пожалеть о той крайности бедствия, в которую повергла Иоанна его неукротимая вспыльчивость. После смерти царицы Анастасия Иоанн Васильевич был несколько раз женат и имел много детей, но более всех любил он Иоанна, старшего сына от своей первой супруги. Никогда не разлучаясь с отцом, молодой царевич был во всем похож на него. Однако, несмотря на жестокость своего нрава, он иногда с сочувствием относился к несчастьям своего отечества. И во время последних переговоров о мире с Баторием, досадуя на уступчивость отца, просил, чтобы он послал его с войском изгнать неприятеля и смыть стыд с русской земли. Иоанн ужасно рассердился и закричал. «И ты вместе с боярами хочешь свергнуть меня с престола?» В жестоком гневе он даже ударил тростью по голове сына. В ту же минуту несчастный царевич упал, обливаясь кровью. И через четыре дня, 19 ноября 1581 года, скончался. Ужасно было отчаяние Иоанна. Никто не думал тогда, что печальный государь, в немой горести сидевший над телом милого сына, был тот же грозный Иоанн, перед которым дрожали и подданные, и чужеземцы. Неумолимое сердце его готово было в то ужасное для него время прощать и миловать всех. Готово было даже отдать собственную жизнь, чтобы только воскресить свое драгоценное дитя. Но ни раскаяния, ни слезы не помогали. Надо было покориться воле Божией. Иоанн чувствовал, что это ужасное несчастье послано на него с небес, как страшное наказание за бесчисленные его жестокости. И был так глубоко пораженным, предавался такому горестному отчаянию, что не только все добрые подданные его, но даже и те, которые ненавидели его за страдания, не могли без слез смотреть на его горесть. Иногда мучения совести внушали виновному Иоанну мысль о покаянии. И тогда любимой мыслью его было покончить жизнь в монастыре. Такая мысль казалась новым несчастьем верному народу, еще так недавно испытывающему слабость своего отечества. Огорченная и встревоженная Россия давно уже не была в таком несчастном положении. Но, но, благодаря Богу, оно было непродолжительным, и вскоре новое завоевание воскресило надежды ее и несколько-несколько развеяло ужасную тоску царя. Ермак, покоритель Сибири, 1582-1584 годы. И император наш, милые дети, в титуле своем называется также государем Югорским, Абдорским и Кандийским. Но знаете ли вы, от чего произошли эти названия и где лежат эти Югорские, Абдорские и Кандийские земли? Верно? Нет. Потому что теперь их так не зовут. Они лежат в богатой Сибири, которую еще предки наши, не имевшие понятия о ее драгоценных рудниках, называли золотым дном, и из которой мы получаем теперь самые лучшие металлы, самые прекрасные камни, яшмы, самые дорогие меха, бобровые, соболи, куни, лисьи. Смелые новгородцы были первые из предков наших, решившиеся еще в XI веке переехать горы Уральские, отделяющие Сибирь от Европы. Смелость их была вознаграждена. Полудикие жители стран зауральских, страшась незнакомых пришельцев, согласились платить им выгодную дань прекрасными мехами. Новгородцы назвали земли новых, данников своих, югорскими. Впоследствии купцы, ездившие торговать в богатую югорскую землю, называли страны, лежавшие по берегам реки Аби, Абдорией, по берегам Конды, Кондии. Но эти страны еще не принадлежали русским совершенно, хотя Иоанн IV уже назывался не только государем Абдорским и Кондийским, но даже и Сибирским, с тех пор, как Эдигер, князь Сибирский, сам захотел быть его данником. Читатели мои, конечно, не забыли, что Эдигер сделал это не столько из уважения к славе государя русского, сколько из страха перед окружавшими его татарскими князьями, которые часто нападали на его владение. Но Эдигер ошибся в своих расчетах. Отдаленность Сибири от Москвы помешала Иоанну вовремя оказать ему помощь. И, прежде нежели царь узнал об опасном положении своего нового данника, Эдигер уже был убит Кучумом, сыном киргизского хана. Счастливый победитель завладел его столицей Искером и назвался царем сибирским. Город Искер назывался также и Сибирью и был построен на реке Иртыш в 16 верстах от нынешнего Тобольска. Сначала Кучум, боясь гнева Иоанна и еще неуверенный в покорности новых подданных своих, признал над собою, как Эдигер, верховную власть русского царя, но потом, утвердясь в своих владениях, не только не хотел платить назначенной дани, но даже часто делал набеги на границы наши. И особо на землю Пермскую, лежавшую ближе всех к его владениям. Иоанн, занятый в это время беспрестранными войнами, не мог послать ни одного отряда войск своих для усмирения дерзкого князя татарского. Но в богатой земле Пермской жило много русских семейств, занимавшихся выгодной торговлей соседними народами. Самыми знаменитыми из них были Яков и Григорий Строгановы. Они отличались умом, богатством, усердием к государю, любовью к отечеству. Зная уважение и привязанность всех жителей страны Пермской к Строгановым, Иоанн избрал их быть защитниками границ наших и для того дал им много земель по рекам Каме, Сылами и Часовой, позволил строить крепости, иметь свое войско, торговать 20 лет беспошлым с бухарцами, киргизами, одним словом. Иоанн сделал Строгановых почти владительными князьями с тем условием только, чтобы они оберегали Россию от нападений сибирских татар на то время, пока войска его имеют дело с другими неприятелями. Строгановы верно исполняли возложенную на них обязанность, но не могли справиться с Кучумом. Полки их, набранные из вольных людей, были немногочисленны, потому что жители земли Пермской более любили заниматься торговлею, нежели войною. Строгановы решили где-нибудь в другом месте искать храбрых, неустрашимых воинов, с которыми можно было бы вернее исполнить желание царя и победить врагов его. Как вы думаете, друзья мои, где надеялись они найти таких воинов? Точно, вы угадали, у казаков. Эти ловкие наездники имели то, чего не было у пермских жителей, если они сами не вели ни с кем войны, и никто из соседних государей не нанимал их сражаться за себя. То самые отважные и, можно сказать, самые дурные из них выезжали на большие дороги и там грабили и бились проезжими. У них было в это время пять атаманов – Ермак Тимофеев, Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк. Они делали так много зла, что уже вызвали гнев государя, а Иван Кольцо был даже осужден им на смерть. Строгановы сумели обратить на пользу Отечества их отчаянную храбрость и дерзкое бесстрашие, необходимые для войны с жестокими варварами среди бесчисленных опасностей, какие могли встретиться войску в стране чужой неизвестной. Они думали сделать в одно время два добрых дела – доставить царю нужных людей и обратить на путь истинный преступников. Усердие Астрогановых имело полный успех. В ту самую минуту, как атаманы прочитали ласковое письмо, их мысли примириться с совестью и заслужить снова милость государя так тронуло еще не совсем ожесточенные сердца пяти казаков, что они с радостью согласились на предложение Астрогановых защищать христиан пермских от притеснений неверных. Скоро собрали они дружину из пятисот сорока храбрых казаков, и под начальством лучшего из них Ермака весело поплыли по Волге к Строгановым. Как только бесстрашные донцы показались в разных местах границы русских, кончились набеги татар, и они так присмирели, что уже через год и Строгановый, и Ермак могли думать о походе в землю сибирскую, чтобы выгнать из нее хана Кучума. Как задумано, так и сделано. Строгановы, кроме казаков, набрали еще немецких и битовских пленников, обещая им именем государя свободу за верную службу. Поручили все войско, состоявшее из восьмисот человек, храброму Ермаку, и с молитвами проводили его 13 сентября 1581 года до берега реки Чусовой. Здесь небольшой отборный отряд сел на легкие суда и отправился к горам Уральским искать смерти или славы и с нею прощения прежних проступков своих. В полной мере заслужили это прощение храбрые воины, почти все заплатившие жизнью за свою славу. Сколько трудностей они принесли. До гор Уральских надобно было ехать водою, часто по узкой реке, между нависшими скалами, потом перевезти сухим путем сюда, на другую сторону гор, до реки Журавли, протекавшей уже в Сибири. Прибавьте к тому, что, проезжая в местах неизвестных, они каждую минуту могли ожидать неприятелей, скрывавшихся в лесах опасностей для судов от подводных камней в реках быстрых и незнакомых. Кроме того, не зная, далеко ли простирались земли Сибирского царства, они не могли быть уверены в том, что у них достанет припасов и что они не умрут от голода. Но храбрость и усердие все преодолели. С первыми шагами казаков за горами Уральскими начались победы их, несмотря на многочисленность неприятеля, у которого были и конница, и пехота. Правда, вооружены они были одними стрелами и копьями. Татары еще не знали в то время пороха, и оттого ярмак сотней воинов, стрелявших огнем, разгонял часто целые тысячи. Не прошло и двух месяцев похода их, как храбрый атаман, взяв все городки сибирские, мимо которых проходил, уже стоял 23 октября под стенами Искера, где находился сам Кучум. Племянник его, Маметкул, и все главные силы их, здесь мужество казаков могло бы поколебаться, если бы они были не так храбры, потому что небольшое число их уменьшилось во время нескольких жарких сражений, которые они имели с татарами. Но, дав слово смирить Кучума или смертью загладить вину свою перед государем, смелые атаманы скричали, мы долго жили с худою славою, умрем же с доброю. Бог дает победу, кому хочет, нередко слабым, мимо сильных. Досветится имя его. Вся дружина, сказав в один голос «Аминь», с нами Бог, пустилась к укреплениям татар. Битва была сильная. Неприятели защищали столицу свою так отчаянно, что казаки едва успевали заряжать свои пищали. Но, к несчастью татар, главный начальник их, Мамиткул, получил тяжелую рану и должен был оставить сражение. Войско его смешалось и побежало. Надо б насказать читателям, что Кучум был слеп и не мог сам начальствовать войском, но во время битвы стоял на горе Чувашии вместе с мулами и молился Магомеду о спасении своего царства. Услышав о бегстве полков своих и о том, что знамена христианские уже развиваются на стенах Искера, Кучум благодарил судьбу, что не видит этого, и убежал в степи Ишимские, где в разбросанных кочевьях своих соотечественников надеялся найти не только безопасность, но, может быть, и помощь. Сражение при Искере было кровопролитным. В нем погибло 107 храбрых казаков, но зато оно решило покорение почти всей Сибири, хотя после того и были еще неприятельские действия под начальством Маметкула, но безо всякого успеха для татар. И, наконец, сам Маметкул попал в плен к Ермаку. Тогда жители Сибири, увидев окончательное падение царства своего, начали добровольно покоряться знаменитому победителю, который, благосклонно принимая присягу на подданство Иоанна IV, князей и смиренных улусов, был неумолим к непокорным. Таким образом, то ласкою, то грозою утвердил он в несколько месяцев власть государя русского над новым царством. Чтобы дать вам, милые дети, некоторое понятие о числе мест, завоеванных бессмертным Ермаком, надобно назвать самые главные. Первыми, добровольно согласившимися быть подданными Иоанна, были два вагульских князя. Владения одного простирались по берегам Конды, другого – в окрестностях Табола. Потом казаки завоевали несколько селений и юрт остяцких. Города их Нарым, Назым и много других крепостей на берегах Аби. Здесь остановился Ермак и не захотел идти далее. Природа в этих северных местах была так бедна, так сурова, так уныла, что не могла представить никакой приятности завоевателю. Вы можете судить, милые читатели мои, о суровости климата Северной Сибири, потому, что даже березы, эти простые деревья, так хорошо растущие в наших странах, почитаются там редкостью. И в девятистах верстах от Тобольска есть маленький городок, построенный спустя десять лет после покорения Сибири и названный Березовым. На месте его была Березовая роща, удивлявшая собою всех тамощных жителей. При всем том, Березов – не самый северный город. В Сибири есть еще. Триста верст далее его – Абдорск. В этом городе не только берез нет, но даже и трава растет худо. Взгляните же на юг Сибири. Там так тепло, что в простых садах жителей городка Семипалатинска растут не только все прекрасные цветы, оранжерей наших, но даже дыни и арбузы. А трава так нежна и питательна и в таком изобилии покрывает землю, что стада круглый год пасутся на обширных лугах. Но оставим богатство природы в Южной Сибири, возвратимся в Северную – Кермаку. Боясь потерять от жестоких морозов небольшой остаток своего храброго войска, он поспешил от границ нынешнего уезда Березовского возвратиться в СКР. Здесь первым делом счастливого победителя было отправить посольство в Москву и повергнуть под ножью престола государя всю славу своего завоевания и все раскаяние сердца некогда виновного. Послом выбран был храбрейший из атаманов после Ермака Иван Кольцов, а с ним несколько товарищей. Дорогой они заехали к Строгановым и вместе с ними отправились в Москву, где народ все еще пребывал в унынии после унизительного мира с Баторием. Какая же радость! Какое веселье оживили сердца, когда все узнали о покорении нового царства, когда увидели послов Ермака, вошедших во дворец с богатыми дарами от своего предводителя. Они привезли с собой и дорогих соболей, и черных лисиц, и бобров. Все были в восхищении и государь, и народ. Первый не знал, как наградить смелых казаков, осыпал милостями прежнего преступника Ивана Кольцо, одаривал и его, и всех приехавших с ним деньгами, сукнами, золотыми парчами, послал богатые дары и всем оставшимся в Сибири атаманам и рядовым, а начальнику их Ермаку, которого он назвал князем сибирским, латы, серебряный кубок и шубу с царского плеча. С восхищением и благодарностью принял Ермак милость государеву. Но непродолжительным было счастье этого неустрашимого воина. Еще около двух лет он управлял Сибирью. Иоанн, хотя и прислал с Иваном Кольцо, воеводу и 500 стрельцов, но главное управление новою страной поручил умному и храброму Ермаку. Первым несчастьем русских в Сибири были болезни и голод, от которых умерло много казаков, стрельцов, и даже сам воевода присланы из Москвы князь Волховский. Потом доверчивые донцы были обмануты татарским князем Карачееву, который, притворясь другом русских, просил Ермака прислать к нему для защиты нескольких казаков. Ермак послал 40 человек с Иваном Кольцо, и злой Карача всех их умертвил. Наконец, последнее несчастье было печальнее всего, милые дети. Узнайте, какая горестная участь постигла сибирского героя и пожалеете о нем. В Сибирь, которая с появлением в ней казаков начала выходить из прежнего дикого состояния, уже ездили купцы бухарские с разными товарами. Караваны их привозили множество вещей всякого рода, потому что все жители Сибири и русские татары, и остяки, и вагулы съезжались покупать их. В это время ярмарки Искер, унылая столица сибирского царства, оживлялась и наполнялась народом. Однажды Ермак, с нетерпением ожидая прихода караванов, вдруг услышал, что изгнанник Кучум, бродя без дела по степи Вагайской, вздумал не пропускать к нам бухарцев. Досада и гнев вспыхнули в сердце победителя Ермака. Он удивился дерзости слабого неприятеля, уже давно побежденного, и, презирая ее, Тайчас отправился с казаками встретить купцов. Целый день напрасно искал их, и Кучума, и поздно вечером, возвращаясь назад, расположился ночевать в шатрах на берегу Иртыша. Это было 5 августа 1584 года. Чувствуя сильную усталость, Ермак и храбрые товарищи его скоро уснули глубоким сладким сном в то самое время, как ангел смерти уже летал над ними. На другой стороне реки стоял Кучум и тайно замечал все движения врагов своих. О, как обрадовался он, когда все затихло в Старистане русском. Даже в летописи, в которой описывается это печальное происшествие, сказано, заиграло Кучумово сердце. Он напал на сонных казаков и всех изрубил, кроме двух. Один убежал в Искер, другой, это был наш храбрый и несчастный Ермак, пробудился от звука мечей из тонов умирающих. Ужасно было это пробуждение для того, кто привык к одним победам. В смертельной тоске отчаяния вскочил он со своего места, нанес несколько ударов саблей убийцам и бросился в быстрый Иртыш, волны которого, высоко вздымаясь, от сильной бури заглушили грозным шумом своим последний вздох героя. Такая смерть была ужасна. Она поразила несчастного в ту минуту, когда он воображал, что слава его исчезнет и завоеванное с таким трудом царство снова достанется врагам России. Но если блаженные души, оставившие мир наш, еще имеют понятие о земных событиях, то верно, благородная и великая душа Ермака утешена. Он видит, что славнее отечества его навсегда удержало под властью своей обширную страну и что благодарное потомство никогда не перестанет прославлять память воина, сравнившегося смелостью своего предприятия с величайшими завоевателями на свете. Ермак достоин этой славы, достоин нашего глубокого уважения. Сделавшись постарше, вы поймете всю цену его знаменитого дела. Вы узнаете все источники богатств, все бесчисленные выгоды, доставленные нам его завоеванием. И тогда полюбите Ермака еще более, еще искреннее. Кончина Иоанна Грозного 1584 год Пасмурным был рассвет утром 18 марта 1584 года. Тихо звонили московские колокола, уныло стоял народ в церквах и усердно молился. Все, и старые, и молодые, плакали. Казалось, все просили Бога о какой-то милости, о каком-то великом благодеянии. Угадаете ли вы, милые читатели, о чем молились наши предки? Они молились о выздоровлении Ивана IV. Так, друзья мои, слух об опасной болезни государя заставил всех позабыть его несправедливости. Все видели в нем только умирающего царя. А это горестно для всякого народа и тем более для русского. Но молитвы их были напрасны. Иоанн скончался в тот же день и в то же самое утро, когда, почувствовав облегчение, он собрался играть с князем вельмским шахматы и уже сам расставил их. Не более 53 лет от роду он мог бы еще долго жить. Но сильное волнение, которое беспрестанно происходило в нем, то от гнева, то от страха, досада на успехи врагов государства, угрызения совести за совершенные злодеяния, наконец, страшная мысль об убийстве сына. Все это вместе сокрушило силы Иоанна. С каждым днем здоровье его расстраивалось, слабело. И, наконец, жизнь прекратилась ударом. Так исчез из мира человек, соединявший в себе разительные противоположности хорошего и плохого. Вспомнив о всех его добрых и дурных свойствах, зная из летописей того времени о его превосходном уме, твердости духа, нельзя понять его настоящего характера. И можно думать, что этот необыкновенный государь был послан Богом в наше Отечество по его промыслу с какой-нибудь особой целью, неизвестной нам, точно так же, как неизвестны людям еще многие чудные явления в природе. Непонятен был Иоанн для своего народа. Непонятно было и чувство этого народа к Иоанну. Это было соединение и страха, ненависти и любви. Во время жестокости Иоанна, продолжавшихся 24 года, его подданные переносили свои бедствия с христианским великодушием. Самые невинные из них умирали спокойно, покоряясь своей судьбе как назначению Божьей воли, по слову Святого Писания, чти царя своего. Такие кроткие, набожные чувства наших добрых предков еще более усилились со времени кончины государя. Не боясь более его страшного гнева, они забыли все жестоко и помнили только одно хорошее дела его добрые. Три покоренные татарских царства. Казанское, Астраханское, Сибирское, новая книга законов, Судебник, новое учреждение по церковным и гражданским делам, новое училище для образования народа, множество новых городов, построенных в это царствование, многочисленное войско, выгодная торговля русских с иностранными государствами, богатство, пышность от того, происходившее при дворе и в народе, все это напоминало русским не пороки, а великие качества умершего государя. И потому неудивительно, что они назвали Ивана IV не мучителем, как некоторые звали его при жизни, но только грозным. Им казалось, что это имя достаточно выражало и суровость нрава Иоанна, и ту грозу небес, которая гремела над ними во все времена его правления и, и, может быть, по особому промыслу, творца. Было так же полезно для России, как бывают полезны для земли гром и молния, убийственные для нескольких жизней и благодетельные для всего живущего. Субтитры создавал DimaTorzok